Девушки отдыхают Ну что, привет, друзья. Героем моего нового выпуска станет чеченский миллиардер и политик Умар Джабраилов. Ну вот прямо сейчас я вижу волну предстоящего хейта и мемчиков в соцсетях, мол, Собчак берет интервью у своего бывшего. Поэтому на опережение хочу вам сказать. Да, в начале нулевых у меня действительно были отношения с этим человеком. И то время, честно говоря, я вспоминаю с огромной теплотой. Вот здесь как раз в районе Арбата висел огромный плакат с его голубыми-голубыми глазами. Только ленивый тогда не обсуждал нашу разницу в возрасте, его безумные подарки. Но я не раз говорила и повторю сейчас. Он был красив, умен, успешен, богат, разбирался в моде, в искусстве. Читал мне стихи и во всем искал красоту жизни. Много лет прошло с тех пор. Я уже взрослая женщина, у меня семья. Ну а вокруг Умара, увы, огромное количество скандалов. Ну, вспомнить хотя бы, как он стрелял из пистолета в отеле Four Seasons прямо у Кремля. Ну, а последнее, что я читала о нем в новостях, меня потрясло. Умар Джабраилов пытался покончить жизнь самоубийством. Умар Джабраилов продает свой особняк за миллиард рублей. Ну и, конечно, мне было грустно это читать. Я переживала издалека, но мы не общались многие годы. Мне интересно понять, что происходит с ним сейчас и как он выстроил свою жизнь. Он назначил нам встречу на площади Европы в Москве. Честно, я немножко переживаю. Но надеюсь, что этот эксперимент над собой в каком-то смысле получится. А вот и наш герой. Умар Оливич! Привет! Рада тебя видеть, дорогой. У-у-у! Сколько лет, сколько зим! Но ты такой же статный, модный. Все, перчаточки, все на стиле. Слушай, очень рад тебя видеть. Школа, школа. Школа нашего Альда. Да. Умар Джабраилов – предприниматель, государственный деятель, меценат, коллекционер современного искусства. Родился в Грозном летом 58-го. В 85-м с отличием окончил МГИМО. В 90-е стал долларовым мультимиллионером. Владел нефтяной компанией, сетью АЗС, занимался рекламным бизнесом, а также управлением крупными объектами недвижимости в Москве, среди которых гостиница «Рэдисон» «Славянская» и торговый комплекс «Охотный ряд» на Манежной площади. В 2000-м году Умар Джабраилов баллотировался на должность президента России и занял последнее место. В 2004-м совершил хадж в Саудовскую Аравию вместе с президентом Чечни Ахматом Кадыровым, отцом Рамзана Кадырова. С 2004-го по 2009-й работал сенатором от Чеченской Республики в Совете Федерации. Потом на протяжении четырех лет был советником помощника президента России Сергея Приходько по международным делам. С именем Джабраилова связано немало скандалов. Убийство американского бизнесмена Пола Тейтума в 90-е, покушение на вице-мэра Москвы Аджини Кидзе в нулевые. А в 2017-м бизнесмен устроил стрельбу в отеле Four Seasons в паре шагов от Кремля, за что был оштрафован на полмиллиона рублей и исключен из партии «Единая Россия». В настоящее время Умар Джабраилов занимается благотворительностью. В 2023-м он основал фонд под названием «Сила разума». Гёте считал, что родители должны дать детям корни и крылья. У меня они есть. Если ту базу, на которой я стою, свести к нескольким словам, среди них будут профессионализм, стиль, вкус, качество и, конечно, Петербург. Его строгая лаконичная форма и своенравное содержание. Поэтому за модной коллаборацией я обратилась к питерским профессионалам. Верфь – это бренд с самым крупным в России производством кожаных изделий и пожизненной гарантией на всю свою продукцию. Верность родному городу проходит лейтмотивом через все их модели. У каждой коллекции свой личный почерк. Изделия и аксессуары качественные, функциональные и выполнены в предощущении будущего владельца. В нашей совместной коллекции три очень петербургских модели. Знакомьтесь, это Нева. Не буду скрывать, это моя самая любимая, любимица в капсуле. Такая же длинная, глубокая и свободная, как река. Она незаменима для повседневных выходов, потому что очень блестительная и отлично держит форму и дно. Модель Стрелка. В ней сразу узнается Стрелка Васильевского острова и ее знаменитый полукруглый силуэт. Отличный выбор, например, для вечернего выхода в ней все будет, что вам необходимо. Она стильная, но при этом универсальная и удобная. Для модели МОСТ Верфи разработала магнитный механизм, специальный. Каждый раз, когда вы будете ее открывать или закрывать, он напомнит о разводных мостах визитной карточки нашего Петербурга. Все модели представлены в четырех цветах. Черный, серый, бежевый и фиолетовый. Последний не выходит из моды уже несколько сезонов, и я его очень люблю. За основу я взяла оттенок своего любимого платья и чуть его приглушила, но он все равно остался смелым и дерзким. Эта коллаборация с брендом Верфь мне очень дорога. Я помню о своих корнях и хочу не опускать крылья. Продажа нашей капсулы стартует 1 декабря на сайте бренда Верфь и в их офлайн-магазинах. Также они будут доступны на моем сайте. Ты мне скажи только сразу, ты ко мне с оружием пришел или без? Колись, где твой наградной пистолет? Нет. Ждал. Слушай, ну это же легендарное место, да, для тебя. Не только для Москвы, но и для тебя. Гостиница славянская. Старт. Ну, расскажи чуть-чуть об этом. Я так понимаю, что вот это то место, в котором все начиналось. Я помню эти первые встречи. Откуда все пошло? Я в то время, когда должен был быть сотрудником в МИДа, на той здании, Смоленская стенная площадь, началась перстройка. И когда я вышел, стал выпускником гимномик СССР с отличием, то оказался на улице со свободным распределением. И подвернулась работа быть гангстером. Пошел быть гангстером. В ботанике не получилось, полустелся бандит, полубандит. Ну, согласно тех тенденциям того, что происходило на этой территории, городе Москве, вообще вся Россия в то время. Сейчас это не пойму. Я думаю, ты помнишь, да? Но то время было совсем другое. Вся Москва была поделена разными группировками. Потом я встретил людей, с которыми я пошел еще в бизнес какой-то. Тогда была кооперация, то есть частные индивидуальные трудовые деятельности, и много чего. Там, то, что раньше называлось форсовкой и контрабандой, стало называться бизнесом, предпринимательством. Я и форсовкой, и контрабандой занимался. А потом я это все легализовал, потому что поменяли законы. Опять, как свадьба в Малиновке, помнишь, опять власть переменилась. Яшка, начальник, власть меняется. Перебываться я не перебывался, просто по-другому стали называть. Но потом я встретил добрых людей, которые мне стали. Слышь, Вася, где ты, а где бандитизм? Давай уже легализуйся и занимайся. И вот у меня были друзья с границей, итальянцы, французы. Я был ранее, который начал выезжать. После Бориса Березовского, кстати, мне говорили в Европе. Вы первый, кто после Бориса Березовского. Только его знали в Европе, в Париже, в Лондоне. И, в общем, мне посоветовали. Тут были площади. Я прикупил несколько площадей, открыл несколько магазинов модных. Внутриславянских. Да, внутриславянских. Но потом, видимо, аппетиты разгорелись. Я тогда дружил, вернее, до этого с Зурабом Константиновичем. В Церепели. Бывал, у него бывало дома на Большом Грузинском, 15-го, Большое посольство Ферген. Перед я в Республике Германии тогда была. И потом это стал его собняк, как родовой. И там я и с Лосковым, Юрий Михайловичем познакомился. И там дружил я, тогда было московое имущество, Николай Гуськов. Он был зам, он курировал это совместное предприятие с российской стороны. Это был московый турист. Потом это пришло московое имущество. И вот он мне сказал, что ты, ты же, у тебя образование хорошее, ты вроде способен, умеешь что-то делать. Не только на улице исполнять с плетками, знаете, пистолеты, но и там бизнесы. И вот он меня рекомендовал. И я взялся за то, которое я делал, которое я никогда не знал. Но у меня получилось войти в... Я был одним из, наверное, пионеров. В деле гостиничного хозяйства города Москвы. Тогда было акционерное общество «Москва». Там был один деятель, оказался жульковатый, и убежал из России. Это кто? Ну, я не помню его фамилию, генеральный директор. Но тогда все были жулики, ворвали, убегали. Кого-то догоняли бандиты, они не оставались живы. Кого не догоняли, где-то под пальмами сейчас, я не знаю. И, в общем, так получилось, что вот слово управлять. Я его долго, Юрий Михайлович, одобрил. Кстати, ажиникидзе изначально был против меня, но так как он грузин, то его попросил Зураб Константинович. Зураб Константинович меня любил. Не знаю, патетически как-то я ему приглянулся. И вот так вот я там оказался. Ну вот я помню те времена, когда во многом из-за того, что ты имел прямое отношение к этой гостинице, она называлась не «Рэдисон славянская», а «Рэдисон чеченская». Вот тебя тогда это что, обижало или скучаешь по этим временам? Вот вспомни, давай вспомним вот эту атмосферу того времени. Не знаю, как про меня, но я знаю, что многим моим землячков она помогла состояться. И многим она, это вот «Рэдисон славянская» еще, и то, что я вот как-то двигался. А я умел лазить и дружил со всеми славянскими преступными ОПГ, группировками, с их лидерами. И так вот получилось, что да, мои землячки, меньше моих родственников, было 30 человек, но землячки здесь всем говорили, а вот там дядя мой работает, племянник мой работает. И тут зарабатывали хорошие деньги. Обычная ситуация. Кто-то хочет помочь вам с проблемой, но не знает, как. И что он говорит? Посмотри на проблему с другой стороны. Но есть вещи, негативные со всех сторон. Ну, например, эмоциональное напряжение. Помимо очевидных минусов, оно может вызвать появление прыщей, ударить по иммунитету и по пищеварительной системе. Поэтому бороться с ним нужно вовремя и с помощью науки. Укрепить нервную систему помогут биодобавки от GLS Pharmaceuticals, российского производителя витаминов и БАДов. Магний хелат с витамином В6 содержит важные элементы для спокойствия организма. Доступная форма магния и аминокислота глицина обладают седативным действием, помогают легче справиться с эмоциональным напряжением и расслабиться перед сном. А витамин В6 участвует в регуляции метаболизма, а также психических функций и настроения. Он помогает расслабить скелетные мышцы и гладкую мускулатуру. Мелатонин Мелисон помогает регулировать цикл сна и бодрствования, способствует повышению концентрации серотонина и помогает снизить волнение. А еще помогает улучшить самочувствие после утреннего подъема, адаптировать организм к смене погоды и часовых поясов без ощущения усталости. В каталоге GLS более 200 витаминов и биодобавок для разных задач и потребностей. Здесь вы найдете как популярные добавки, такие как омега, коллаген и другие, так и натуральные экстракты Годжи, зеленого кофе и мяты. Сканируйте QR-код, переходите по ссылке в описании и заказывайте витамины от GLS. А по промокоду Собчак вы получите скидку 15% при заказе на официальном сайте. Укрепляйте свое здоровье вместе с GLS. Семен Анатолий, а походняк остался. Да? Да, с годами-то не меняется. Так, ну что, пойдем греться. Я тебя приглашаю на корабль. Не яхта, конечно, как ты привык, но прогулочный корабль по Москве. Все равно мы тут одни на лодке практически. Дом правительства напротив. Умар Альич. Все как в лучших домах Лондона и Парижа. Когда ты ногой дверь открывал туда. Это когда? Когда Лужков был? Когда нет, когда я уже работал в администрации советником у Суркова и у Прокодина. Ты мне вообще, Умар, напоминаешь главного героя из фильма Паула Сорентина «Великая красота». Смотрел этот фильм? Я без пиджика сегодня. Да, ну это вот такой эстет, который пил всю жизнь из кубка. Познал все удовольствия. А после 60-ти понял, что жизнь куда-то свернула не туда. Я вот хочу тебе показать несколько фотографий из прошлого. Я припасла. Подскажи. Я посмотрю, куда у меня жизнь. Поговорим. Где и при каких обстоятельствах были сделаны эти фотки. Рэдисон Слаганская. Чеченская бойня. Клинтон. Это какой год? 25-й год. Он узнал, ну ему доложили же, что я чеченец. Он говорит, я сейчас еду к Ельцину, к вашему. Я говорю, ну скажите, вот там ситуация, там если можно, как-то по-другому относиться к моему народу. Ситуация, расскажи. Ну, когда бомбили Чечню. Субъект территории России, президент Ельцин, под компотом, видимо, бомбил. Вместе с лучшим главнокомандующим, забыл фамилию, как его было, генерал был. Ну, я помню, американцы поддерживали же тогда чеченских сепаратистов. Когда он вернулся к переговору, он сказал, что меня не услышали. Знаешь, как он сказал на английском? But never give up. Я попросил за свой народ. Опа. Это с автографом тебе даже. Да. Это 94-й год. Там признание в любви написано, мне кажется. Тут благодарность. Скажи честно, что-то с Клавой было? Мы с ней общались. Ходили слухи про роман. Давай уже, колись. Да, мы общались. Да, мы общались, сказал он скромно. И как? Красотка? Ну, это клево. О, вроде ли. Это у него в Сан-Тропе. Как раз я был на черном амфаре, разгружался. Я был мастером. Нет, я даже был олимпическим чемпионом по разгрузке на амфаре. Ну, ты имеешь в виду, что ты очень много жертвовал на благотворительность во время самого главного аукциона. Он мне подарил свою работу, как перо, да. Это он под себя сделал. И мы с ним похожи, у нас носы. Сколько за один аукцион амфарта тогда примерно тратен? Пару миллионов минимум. А так как я дружу с Шаренстон, тоже здесь, то она была всегда ведущая. Тогда в России был Мишель Литвак, Ян и все. Ну, Саша Лебедева приезжал. Ну, еще Юрий Шеффлер бывал. Юра Шеффлер, потом. Баловатник. Но Баловатник всегда был, но Баловатник, когда он икорочку бесплатно делал и ничего не тратил. Не покупал разве он там кунца купил какую-то скульптуру? Ну, может быть, потом. Но вообще он такой скромный. То есть из русских ты тратил больше всего? Ну, оказалось, что я понтовался, оказывается. А вот можешь вспомнить, как ты на этот амфар попал первый раз и рассказать немножко, что это такое? Не все знают. Я притащил Джузеппе Чеприани, это мой близкий друг, как брат. Мы были у нас в Сардинии. Я арендовал яхту, у него своя была, Джейн Тоник. И он говорит, вот, амфары, я говорю, что это за фанфары? Это какой год? Это 95-й год. Да, 95-й год. Что это за фанфары? Из русских тогда был только Баловатник. И Юры не было тогда еще Шеффера. Он еще, СПИ ему не принадлежал, мы с ним дружили, с ним, с Сашей Черкасовым. Это был, это аукцион для помощи людям Голливуда, актеров, вообще, которые больны вот этой болезнью СПИД. И ты с этого года? Ну, в основном, это тусовка. Это, знаешь, как балка. Я знаю, я там много раз была тоже. Нет, как Монако раньше, раньше Монако было The World Music Awards. Когда они стали, сделали амфары. Его вел армию Вайнштейн, тоже посадили его, тоже педофилия почему-то, они там популярны. Ну, там харассмент, скорее, изнасилование. Я не знаю, что это такое, да, многие, многие не стало. Вот сейчас амфар возглавляет Гэтсби Милютин, мой тоже братуха. Он сам Дюгослав, его дедушка, и был как раз тем Гэтсби великим. И он создал вместе с Декаприо фонда, и я там тоже разгрузился. Я там купил полет с принцем Монако Альбертом. Дети, белые там тюлени, по-моему, да? И слетал? Нет, не слетал, потому что полет был через Канаду, а мне Канада безумие дала. И я на 600 тысяч разгрузился. Ну, мог кому-то подарить, осчастливить какую-нибудь девушку, не знаю. С Альбертом-то полететь в Монако, Викторию Боню. Не подумал. Самая твоя большая покупка на этом аукционе за вот все годы, пока ты там банковал. Не помню. Я проходил с дочкой, с Донатой в основном, и она... Хорошо, дальше. Она меня сдерживала. Ну, ты прямо друг, извини, но ты старфакер. Так получилось, что... Мне нравится этот рассказ каждый раз. Так получилось. Не, так получилось, что... Ну, признайся, старфакер, ну... Мы дружимся с 94-го года. Я с ней... Ребенок хоть не ваш общий, я надеюсь. Что я расскажу. Случайно познакомился в Лондоне. А у меня тогда была возможность. Тогда по-другому было. Прямо в Шереметьево делать визу. Иностранную, да, в России. Ее зашкермал в самолет, и мы прилетели. У меня поселил только открылся... Сначала у меня славянская, а потом же в 97-м по уходяйте. И вот с тех пор мы дружим. Она, кстати, меня вела в многие круги в Европе. Она меня с Джузефом Чепеляне познакомила, с Флабе Абератори. Но я помню еще и вот этот первый приезд в Москву, когда ты ее, скажем так, выгуливал красиво. И это было... Обхаживал. Обхаживал. Ну, выгуливал, обхаживал, неважно. Дискотека Кабаре. Ты помнишь, был клуб Кабаре? Кабаре. Конечно. Такое, внизу, не доезжая до галереи Новикова, да, на Страстном бульваре. Да, в Домогиле. И там были такие ложи. И вот я помню, как ты сидел в ложе с Наоми. Я помню. Там ты меня позвал, еще каких-то людей, своих знакомых. А мы что-то еще там не были, а саламу алейкум. Мы с тобой дружили тогда. И все в других ложах, там, Абрамович, какие-то, господи, Махмудов, который тогда еще ходил на турнике. Ну, с Андреем Бокером всегда там были. И все дико завидовали, потому что, значит, Наоми Кэмпбелл за столом у Мары Джабраилова танцует на столе, какие-то пляски. Вот для меня почему-то эта картинка, это апофеоз вот твоего какого-то пикового состояния в Москве, потому что, вот понимаешь, ты сидишь в олигархическом месте, где каждый стол стоил, по-моему, там, 25 тысяч долларов только, чтобы эту ложу получить. Кругом сидят главные олигархи. Не знаю, мы научили люди, которые все это делали, мои деньги. Да, ты даже не знал, сколько я понимаю. Мои деньги потратили другие. Вот, и кругом сидят эти олигархи в соседних ложах. И я вот прям помню это ощущение, что тебе все завидуют, потому что деньги есть у всех, но только на твоем столе пляшет. Ты знаешь, вот ты мне сейчас это говоришь, я понимаю, мама родная, какой кайф, что я тогда всей этой возможной зависти, я не думаю, что зависть, просто может кто-то радовался, кто-то завидел, я это не видел, потому что я жил своей жизнью. Я был увлечен тем, как я живу, своей движухой. Я же радовался жизни. Я, кажется, в отличие от многих, не тех, которые, многие люди зарабатывали больше, чем я, намного нулеют. Но они все в кубышку, они боялись, у них не было, пардон, душка. Вот и все, и слава богу, что я это все не видел, тогда бы я, моя душа страдала бы. А я жил, я горел, как Данка ворвал, сердце сгорело. А я его доставал и тут же обратно засовывал, чтобы отдать потом другое девушке. Но, слушай, ты еще был таким, знаешь, мифологическим персонажем. Ты же гулял так, как мало кто гулял. Красота, подарки, все время смена самых красивых, невероятных женщин вокруг. Это было что? Вот сейчас, сейчас же ты уже стал взрослым, у тебя дочери, у тебя какая-то, наверное, другая жизнь, о которой мы еще поговорим. Вот это что, ты хотел самоутвердиться или ты просто хотел вот эти годы, так сказать, надышаться полной грудью? Зачем столько было вокруг тебя всегда вот это? Вопрос, зачем он не по адресу, потому что у меня на такой вопрос нет ответа. Я тогда так жил, я горел, я жил, я очень много работал. Вот я всю ночь гулял, а уже 10 часов у меня было совещание. У меня много было проектов, которые в других не получались, а Юрий Михайлович Лужков доверял мне. Я много работал, я был помоложе, я был дерзкий такой, одержимый. У меня была военная закалка, армейская закалка, коммунистическая закалка, комсомольская, пионерская, октябренская. Много чего было. Ты не боишься, что вот этот образ жизни, все равно же это всегда вызывает зависть, всегда привлекает внимание. Да, не то, что я не боюсь. Даже мой старший брат говорит, вот твой образ жизни тебя погубил. Но ты согласен с этим? Я согласен с тем, что это называют образ жизни. Но я и согласен с тем, что да, я так жил, да, это мой образ жизни. Существует столкновение двух концепций жизни. Вот есть люди, люди праздник, как кто? Берлускони уже, к сожалению, дошедший. Мой молодший братик. Трамп, в свое время Михаил Прохоров. Ты тоже в свое время. Это люди, которые, я их никак не сравниваю, просто и русских называю, и западных. Ну, как бы вот жили вот этой полной грудью. Да, женщины, вино. Мы живут от того времени. Мы герои своего времени. Новое время, новые герои. Сейчас время... Есть ощущение, что есть другая вот концепция. Я сейчас много, ты знаешь, я веду мероприятия всякие, частные, как ведущая в том числе. Я просто вижу, как это поменялось за последние 10 лет. То есть у кого сейчас деньги в стране? В основном это чиновники, люди силовых структур. Они тоже гуляют и тоже все это любят. Но это только все в домах, очень закрыто, очень своим кругом. Как бы все то же самое, но выходишь из дома, серенький костюм, все скромно. И никто ничего нигде не напишет и не скажет. А вечером бодресами. Это же в каком-то смысле просто лицемерие такое. Или это правильно для народа так? Давайте, Ксения, мы начнем с тобой. И с вами, Ксения Анатольевна, коснемся от того вопроса. Вот почему так горел? Вот почему такие загулы? Дело в том, что есть такая русская поговорка. «Не зарыкайся от фирмы и сумы». Так получилось, что в то время, в 90-е, спецслужбы забезли Россию, как они. Надо было людям подвести мозги, нужно было послушное стадо. И я оказался тоже человеком, который тоже попал в эту радость. А потом эта радость превратилась в беду. Ты помнишь первый раз, когда это произошло? Когда ты первый раз попробовал, кто тебе дал наркотики? Не хочу касаться. Я читал Булгакова, я прочтел его рассказы «Морфий». Он меня очень зацепил и тронул, потому что там описывается трагедия судьбы этого врача, доктора, который, помогая морфиям больным, сам потел и уничтожил в себе жизнь. И вот эти две вещи, они для меня были вот такими маяками для того, чтобы никогда. Но у меня получилось так, что я подскорбнулся. И вот мы горели тогда, потому что, ну, наверное, в то время кокаин был другой, да? Дело в том, что, ну, вот, когда ты сейчас рассказываешь эти люди в серых костюмчиках, дело в том, что так получилось в моей судьбе и в судьбе этого города, что, оказывается, наркоманом тогда был только у Маржа Бараилов, а все остальные правильные. У всех никого нет. Может, просто все остальные сумели в какой-то момент остановиться? Да нет, просто, ну, так, моя судьба такая, да? Я же никого не суждаю. Но ты помнишь момент, когда вот это стало проблемой? Ну, наверное, вот, потому что часто бывал в состоянии радости, это, которая стимуляторы тебе дают. Я вот, может быть, соображал, не изображал, даже не помню, но я только жил, это моя жизнь была. К сожалению, я попался, но мне повезло. Я много раз, несколько раз пытался лечиться. Я был в Австрии. Я пытался лечиться под Миланом. У меня есть специальная клиника, называется, она русский язык, березки. Два раза был в революционной статусе здесь, и у меня не получалось скачать. А почему? Ты можешь? Я не знаю почему, судьба такая, да? Ну, вот что, знаешь, мне просто кажется, это такой важный разговор, и я очень ценю, что ты об этом откровенно говоришь. У меня получилось так, видимо, небеса увидели мое желание избавиться. И в моменте, где я от всего отказался, от революционных центров, они тебя чем-то пичкают, еще больше побочки появляются, у тебя еще хуже. А почему? Вот можешь рассказать? Я не знаю почему, потому что там лечения нет, там что-то такое. Это для меня, просто меня небеса пожалели, и все. Поэтому это накладывает на меня еще больше и ответственности, и жажды жить даже в моем возрасте. Я сейчас хочу не меньше жить радостью, чем тогда, но уже осмысленно, осознанно, наверное, с какой-то неосторожностью, а с заботой о жизни человека, у которого, вот там, я когда сейчас отразвил, вот несколько лет назад, стал появляться в людях, я же был далек от сосу, но я шел в свою пещеру, и там находился. То я, я думал, что я все, кончено, все, у меня не получится, и я жить не хотел, потому что остановиться я не мог, но мне повезло. Меня оттуда вытащили за шкерман, когда я уже был при Сине, уже все у меня просто, я последний вдох, да, у меня почему-то меня пустил, он не ангелы, Аллах, смерти, а ангелы жизни, у меня вытащили. И сейчас у меня, первое, больше ответственности, больше жажды жизни, больше ответственности и больше, повторяюсь, да, и больше желания, уже осознанно, осмысленно, но радость для себя. Я вот что, я стал слышать, что, оказывается, этот чувак, Умар Жабарейлова, это не только я, это что-то, а кто, это, кого, оказывается, да, некоторые не любят, некоторые не знают, никто не ненавидят, считали там непросчитываем, да, непредсказуемо, что много было, да, но, оказывается, я успел сделать очень, заодно попутно, по дороге этого образа жизни, сделать добрые дела. Мне мама даже говорит, я там же смог сделать что-то, она говорит, а ты другим больше сделала, а ты радуйся то, слушай, не убивай себя, ты людям сделал добро. Я очень ценю, что ты так об этом откровенно говоришь. Да, мне повезло, я бы хотел, что мы с тобой говорим, если это будет в Украине, просто предупредить многих, не надо. Да, наркотики это зло, я с этим согласна. Да, с этим надо, знаете, есть такая классная штука, которая, был такой билл, 12-шаговое лечение, и там говорится так, во-первых, там молимся, молитва идет от Иисуса, там основные постулаты, его пожелания, ну, а дальше есть такая теза, одна доза или дорога, это всегда много, а тысяча всегда мало. Дело в том, что молекула, она радость получает, а потом их много появляется, и надо больше, больше, больше. Я хотел бы просто молодым людям стать. Я, когда попал в эту беду, я начал изучать много литературы, что делать. И вот мне было интересно, я узнал, что общего между кокаином и отменой крепостного права в России. Мне думали, иди вот, больной, совсем кукушка, поехала. В 861 году, в 861 году царь-батюшка отменил крепостное право. В 861 году немецкий лаборант Шварцер в городе Тюгары, Тюрихе, придумал кокаин медицинский в том виде, в котором мы его видим в телевизорах, с каруфейс и все остальное, да, много чего другое. И вот, в то время, я много изучал этого. Я предупреждаю, допустим, тех, кто будет смотреть эту передачу, за счет того, как уберечь. Я читал одну броширку какого-то российского медика и психолога, он называется «Кокаин и первертин». И он там говорит, вы знаете, по статистике, «Кокаин только в районах Голливуда с 40% содержания, честного кокаина, прошу. На улицах Нью-Йорка это 10% максимум. А теперь представьте, дорогие читатели, какую гремучую смесь барыги продают вам на улицах Москвы. Красиво. Представьте, что вы употребляете. Я просто говорю, я сам это все употреблял, и это, ну, это беда. Скажи вот последнюю вещь, которая, мне кажется, важная. Вот ты сам говоришь, что было много попыток, и были срывы, а потом финально все получилось. Вот чем отличались эти попытки срывов от того финального решения, когда ты больше не срывался, и уже, как я понимаю, несколько лет эта тема для тебя закрыта, и ты, так сказать, дизайнер. Я это не считаю моей жизни. Дело в том, что по дороге, Ксения, очень много людей не стало вживых. Именно из-за этого, из-за кокаина. Твоих друзей близко. Героин, девушки все из-за героина ушли, красавицы, по-ташему, в Москве были. Они на героине сидели, они на героине, пиво употребляли. С 90-х, с 80-х, с 90-х годов. Много стало очень правильных и парней, и людей, которые из-за этой болезни и семьи потеряли, и много там бизнеса, как и у меня, много чего ушло. В моем случае меня просто пожалели небеса, потому что я не должен сидеть перед тобой, Ксения. Меня не должно было быть просто по факту. Но я остался живой. Почему не дал? Ну, то есть физически уже здоровье твое было? Ну да, просто меня не было. Сколько лет ты не употребляешь? Уже года четыре. Это было после последнего какого-то лечения? Или вот как? Да нет, я вскрывался. Я дошел до того, что... Я не знал, что надо вскрываться так, повезло, да? Я дошел до того, что я понимал, у меня все есть, я упакованный. Но у меня... Я живу, я дошел до канавы. Дело в том, что те, которые употребляют, у них две кафедры за ними гоняются. Это барыги и сутенеры. Если ты начинаешь с самых аплодажных девушек, потом тебя дворняк приводят. И тебе все равно. Потому что наркоману нужна компания. Как собутыльнику нужно сообразить, как сейчас Путин показал, на троих, да? Красиво, как в фильме «Афония». То же самое здесь. Поэтому ты доходишь до того, и когда я понял, что я сам за себя дошел должен до... До дна. Да, как в романе «На дне», да? Дошел до дна. Я понимал, что я так не хочу, но не могу остановиться. Я уже не живу, я даже не существую. Я знал, что то, что я хочу сделать, это в самой большой игре в любой контексте, в любой религии. Но я для себя решил. Так я, ну, я там повоевал, я там побывал, я видел смерть и так, и всякое. Для меня я понял, окей, так как я начал понимать, что дальше я публично не хотел бы опозорить свою семью, свой род, свой народ тем, что вот я так... То есть я какой-то... Я же сейчас не понимаю, я не соображал. Я решил, окей, волшу иду из жизни и закончится. Пусть будет ад, чем такое существование. Ну, вот у меня кровь лынула, вот видите, у меня взяты, у меня был нож, грошный, из моих, когда там операция была. Она хлынула, я поставил, я поставил ведерочку, чтобы не смачкать пол в гостинице. Она хлынула, и в какой-то момент она стала сворачивать. Ну, я думаю, все, у меня есть закон на физике. И я позвонил, я вызвала скорую, у меня психушку, я полежал. Знаешь, меня эта новость тогда шокировала до глубины души. Это правда, это правда. Я предупреждаю, господа употребляющие, нюхающие, колющиеся, не надо этого делать, потому что вы пронесли беду в семью. Ну, много чего. Но можно сказать, что после этой точки ты как раз решил, что... В моем случае у меня нет объяснения, вот отвечаю, потому что... «Нон че», как итальянцы говорят, нет его. Просто милость Божья. Больше ничего. И это еще придает мне больше ответственности. Меня больше мотивирует. Меня больше сфокусировано сейчас. Только на своем здоровье. И только на том, чтобы... Если я остался живой, если ты остался живой, ты для чего-то... Я не знаю, для чего я нужен. Я нужен для того, чтобы дожить оставшиеся годы радостным. Есть там пару завершенных тем, которые тоже я должен закрыть. Лжи как... Ну, как уже как войны. Я просто... Вот ты рассказала об этой попытке суицида. Да. Буквально до этого... Я же прочитала твои две книги. «Абсурд» и «Авангард». И там у тебя была цитата. Она 16-го года. Незадолго до тех событий. «Как же я рад, что живу в этом мире. Как же я счастлив каждым новым утром видеть пробуждение мира? Скажи и ты привет каждому прекрасному утру». Вот эти слова, они же как бы наполнены оптимизмом. Можешь заглянуть в себя и ответить? Когда произошел вот этот надлом? Что стало главной причиной? Ведь ты здесь полон вот этого ощущения радости жизни. Что же такое случилось, что в конце этого же года ты стал думать о суициде? Я просто стал невостребованным. Я заблуждался. Я думал, что я нужен. Если мне не звонят, молчит телефон. Вчера мой дом был полный. Я писал в своем доме огромном. На Устрах-фантазии. У меня был лучший дом, который мне проектировал. Тогда у Анда и Ричард Майер. Это счастье у всех все есть. Да, я как-то... И вот там он был полный гостей. И вдруг... Не важно, к чему я дошел. Я много употреблял. Я не понимал, что... Не важно, нужен ли людям или нет. Важно другое. Нужен ли ли вообще для самого себя. Я был в преисподнеем. Все было в аду. То я понял, что... Есть вещи. Они не касаются ни материального, ни психологического уровня и субстанции. Это духовность. Все. Я стал... Я вот мусульманин. Я сейчас в Имане. Я в Берии, да? В эфире я не хочу добаться. Я ни у кого участвовал. Что-то такого вот я поймал. Я ничего не ловил. Я ловил, когда я употреблял, когда был наркоманом. Это называется искаженное состояние. Восприятие реальности. То я считаю, что... Если это есть страна на Богу, каждый из нас, человеческая жизнь, каждый человек, это просто промежуток времени. Вот как ты наполнишь этот промежуток времени чем-то... Я горел в 90-е, в 80-е. В 80-е я дрался, да? Воевал, стрелял, отстреливался, убегал от обстоятельств. Я не от обстоятельств убегал, да? Где-то было. Потом на войне был. Потом там был. Потом там. Много чего было, да? Бог нас любит. Если Бог нас любит по определению, что Он у нас хочет? Он хочет, чтобы мы любили того, кого Он любит. То есть любили самого себя. Вот я сейчас... Я же не нарцисс, да? У меня все в порядке. Там у меня маникюр, педикюр, да? Модно одеты. Но если надо, я же... У меня хороший оскал, я подраться могу. Я и улица, и то. Во мне я... Я такая конфигурация, за которую я сейчас несу огромную ответственность. Я уникальный создатель. Я, когда говорю «я», я говорю, потому что я сейчас предмет нашего обсуждения. Вот для меня я... Я сейчас Умар Живарилов, который, как я где-то говорил в интервью, на слуху, за которого я уже несу первое ответственность. Если по дороге пути, это заботы, защиты, отстаивание интересов и понятия, понимания, энергии, Умар Живарилов, у меня будут сподвижники, соратники, единомышленники, я буду только рад. Слушай, ну с этой гостиницей связан большой скандал. Конец 80-х, 90-х. Эта гостиница стала символом первых западных инвестиций в России. Этим все очень гордились. И первопроходцам. Американцам. Да, инвесторам были американцы. Это был Пол Тейтон. Он, насколько я понимаю, он привел в нашу страну компанию Рэддисон, общался с Горбачевым и Ельцином и стал совладельцем этого отеля. Он и стал совладельцем этого отеля. Он и стал совладельцем отеля, как площадь, приезжал в госком интервью. Они заключили. Было совместное предприятие американское. Радомер. Рэддисон и Америком. Америком это компания Пол Тейтонма и там сотоварищи ее были. И вот он нашел знакомство здесь в России через Горбачеву, или Ельцином, помощника в Ельцином и создал, заключили они на 20 лет договор аренды и создали совместное предприятие с госком туристом, госком интурист Радомер. Интурист Радомер. Ну вот чтобы расставить точки над «и», потому что тогда это дело было нашумевшее, как я понимаю, в середине 96-го года Пол Тейтон заявил, что ты угрожаешь его убить, чтобы вывести из состава учредителей вот этого совместного предприятия. А в итоге в ноябре 96-го года в подземном переходе, вот где-то здесь, в районе Киевского вокзала, да, его расстреляли из автомата «Калашникова», а ты занял пост гендиректора. Вот, рассказывай. Когда его расстреляли, я находился в гостях и ел капусту и поджаренную картошку в тёплом стане. Был тогда руководитель контрразведки ФСБ России Цеханов Владимира. Я с ним дружил, Степанович, вот я у него был. Я когда мне позвонили, сказали, что Пола убили, я при... ранили себя. Я приехал, уже он умер в больнице. Поясняю. У меня с Полом не было никаких подтверждений. Наоборот, я его поддерживал в его борьбе с Резисом, с американцами. Но, однако, у него все терки были с Лужковым, мутки, из Орженикидзе, лично. А так, как меня познакомил с рабом, с Орженикидзем, сказал, что Пол, у мирского, договорились, нет, они жулики, они там то-то, они мне вещают. Я говорю, ну вы сами разберитесь. Почему он мог сказать, что это я? Значит, было заседание у нас, совместное предприятие, должны были провести какое-то решение российской стороны в моском имущества. И все согласились, и вдруг он встает и говорит, я нет. И я ему в сердце сказал, fuck you. Я ему сказал, и на базе этого я ему возмутился и сказал, что как, мы с тобой договорились. А мы с ним договорились, чтобы согласиться. Вот мы с ним вечером договорились, утром у нас до свидания, и он говорит, нет, и я сказал, fuck you. И вот, видимо, он это и считал. А потом я узнал, у меня с ним не было ничего. Я возмутился, когда он договоренности наши не с ним соблел. Вот и все. Ты ведь в итоге оказался в санкциях еще до того, как это стало модным. Да, да. То есть, мне кажется, ты вообще был первым человеком. Это не за пола. Тогда в московском «Москов Таймс». Это не за пола? Нет, это не за пола. Вообще никакого. Потому что я не имею. Было расследование с 15 стран. На три полосы в газете «You're a sweet today» есть все. Они приезжали ко мне ФБРовцы, ЦРУщики, под видом журналистов. Они потом рассказали мне, редисы, они были на моей стороне, они рассказали, что все. И там есть официальное заключение. Мне звонили. Сначала мне позвонили из Госдепа, я еду в машину и говорю, мы отзываем вашу визу. Хорошо. Потом, через много лет, когда я был уже в фасхаузе у нового посла, он за меня просил, мне звонят прямо на мобильный, откуда, не знаю, стоять департамент, Госдепартамент, говорят, у нас к вам больше нет претензий. А за что тогда санкции наложить? Был журналист, «Москов Таймс». Он всякую ерунду писал обо всех. И он там что-то обо мне написал, и мы с ним встретились здесь в лоббибаре. Я говорю, «Слушай, Вась, ну ты чего, нормально, ты подошел бы ко мне? Меня спросил бы, я тебе рассказал бы все свое подогонство, как бы, да, все нормально. И когда он уходил, мы договорились, я ему говорю, «Тай-ка». Что он сделал? Он в это время ломится, посольца вот здесь, сюда, на Новинский бурбан, говорит, что я его избил. Все никого не увидели, говорят, что я его напоил чем-то его жилой бы. И была спецоперация, его самолетом ЦРУ вывозили из Москвы в закрытом каком-то зэке. И вот потом мне предъявили претензию, что я ему угрожал. Все. И вот, знаете, в основании он меня отозвали многократно убежал. Пол вообще не имеет отношения. А у тебя есть своя версия, почему и кто мог убить Пола Тейтума? То есть вот кто заканчивается? Я не знаю, откуда я могу узнать. У него были вопросы с Арженикидзе, у меня есть другая версия. Если будет интереснее, я тебе расскажу. Ненедавно господин Финякин, который был лидером Кенсепской группировки киллеров, они убили моего финансового директора, когда у меня уже была охотная манежная площадь, Первый банк ВК, они ее убили. И потом он говорит, что меня заказал Арженикидзе, значит, они, было две группировки, два крыла, меня заказал Арженикидзе, Софиев и Занодвора. Занодвор, это тот деятель, банкир, маленький, который я привел в охотный ряд и дал ему бизнес, привел недвижим. Сейчас у него больше миллиона квадратных метров, у него охотный ряд, как мой актив, и он живет за границей, между Санкт-Петербургом и Америкой, мы все знаем, где он, но я буду на него писать заявление, мои адвокаты готовят, значит, люди, которые в заключении, они уже дают показания, что кто как, за меня Арженикидзе заплатил миллион долларов, 200 тысяч дали, чтобы сделал ресторан на меня. Это было то время, когда мы с тобой дружили, девочка моя, вот и все. Так что, вот, меня он заказывал, Арженикидзе. В 99-м, насколько я понимаю, родственники Пола подали в суд на Лужкова, обвинив его в организации убийства. А так удобно было чеченского богения, то у меня было удобно, ну, 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 вот тогда эту историю раскручивал Даренко, которого спонсировал Березовский. Отдавал ли он Юрий Лужков в какой бы то ни было форме приказ убить Пола Тейтума? Знал ли он Юрий Лужков о том, что кто-то еще отдал такой приказ? Березовский, он это делал, почему Борис Березовский, я не знаю, это были, мы такие, у Лужкова со многим, у него и с Гусинским встречал был, хорошим там было, с Фридманом был. Вот как тебе удавалось в такие времена лавировать? Со мной было хорошо, потом и Заватурина, Елена Николаевна, стало плохо. Он мне сегодня говорил, я тебя люблю, завтра говорит, я тебя не выбираю. Ну, откуда я могу знать? Жалко, что его не стало. Он хороший человек, я к нему хорошо относился. Но вот мне здесь интересно именно про тебя, знаешь, что понять? Ведь ты же тогда дружил и с Лужковым, и с Березовским, а у них начался... Я дружил больше с Гусинским. С Березовским мне были хорошие. Но все равно, у тебя были нормальные отношения и с тем и с другим. Вдруг на всю страну они начинают цапаться публично, и очевидно, что у них прям большой конфликт. Как тебе удавалось лавировать и сохранить нормальные отношения и с тем и с другим? А мне не надо лавировать, что я оставался с самим собой. Тоже самое, возьми, эту чеченскую войну, так называемую. Я не принимал сторон ни ваххабитов, не принимал ни в сторону Ельцина. Я просто делал свое дело. Я занимался здесь бизнесом, и я делал тем, чтобы помогал гуманитарную помощь. Мы с братом Сузанином отправляли в Чечню. Мы просто не афишировали, помогали бедным людям. Здесь принимали, отправляли в госпиталя. Вот и все. Поэтому я нейтрально... Но потом, когда уже остались остатки ваххабизма, а уже не было войны России против чеченского народа, когда я увидел, что мой народ Ельцина уже нет, и мой народ не истребляет, то я добровольно стал рядом. Я был первый московский чеченец, упакованный на весь мир, который стал добровольно, с душой, с радостью, рядом с Ахмахаджи, царство небесное, Кадыровым, и стал помогать, отдал свою душу. Как у меня получилось, я не знаю. Но люди говорят, что вроде я делал добрые дела. Давай вспомним из того времени самую такую облетевшую газетой историю. Это 2017 год. Находясь, как я понимаю, под воздействием наркотических средств, кокаина, ты устроил стрельбу в пару шагов от Кремля из пистолета в гостинице. И срочное сообщение. Задержан российский миллиардер Умар Джабраилов. Этой ночью он открыл беспорядочную стрельбу в одном из отелей в самом центре столицы. После этого инцидента ты заявил, что у тебя был нервный срыв, я не причинил никому никакого вреда, чуть-чуть погулял, я сожалею о случившемся, но как мужчина я поступил правильно. Нет, было не так, значит, мне адвокаты сказали, есть версия, придерживаясь ее, что там, кажется, было не так совершенно. На втором этаже, я сидел в номере, фигарил, меня пригласили на второй этаж, у меня была встреча с ними, как раз в то время есть мага-фикция у Сульмана Кирилла, он там был, мы когда сели за переговоры, там рядом был стол, и одна компания блатовала. Там они что-то делочек доказывали, я говорю, представьте, не ведите себя, и что-то слово за слово, я говорю, ну ладно, есть мед, они мне, ну, они там некрасиво с вами поговорили, я пошел в номер, он меня достал, передернул, дал пару дорог, так, для верности, видимо, и пришел, и я уже достал с волос, я его прислал, у меня всегда на предохранителе, патрон там, и потом, что-то меня ангелами отдернул, я разлил обойму в потолок, вот так это было, но мне сказали, скажи, что вот там, это ерунда, все, я сказал, скажи, вот что стало триггером, то есть хамство по отношению к девушке, или вот что тебя в этот момент, 16-17 годам, я принял на себя, сам того не понимаю, что за основу моего кодекса жизни, помимо кодекса строительного коммунизма, это обязательно для советского юноши, это будет, я буду жить по понятиям сталинских лагерей людей. Что это за понятие? Ну, как тебе объяснить, это то же самое, что написано в Библии, в Коране, только чуть-чуть по-другому. Нет, ну там же там типа сосиску нельзя есть, не разрезаем. Да нет, я не про это, я про душок, я про мужского составляющего. То есть нельзя оскорблять, нельзя, ты за оскорблением, там ты не будешь терпеть, ты можешь за это. Нет, не оскорблять, хамить нельзя, дерезить не надо, не надо, мне здраво предупреждает. То есть это было тогда не из-за проблем в бизнесе, не из-за того, что это просто хамство, которое ты не мог терпеть. Это бытовуха, это вот мое, ну другое было, что бы в сторону, а я дурак, что-то бежался. Я сказал, я на самом деле, сожалею, что так получилось, но как дядька такой уличный, я не жалею. Ты же понимаешь, что это очень часто, это, кстати, в фильме «Крестный отец», ровно было показано Санне, если ты помнишь. Что вы делаете, идиот? Ну давай, сядь. Очень часто это же бывает провокацией, когда знаешь, что человек может вспылить. Это же можно очень легко подставить человека оскорблением. Это не была заготовка. я знаю, что, Нила, я имею в виду, что не кажется ли тебе, что современный мир так устроен, что уже сейчас надо знать, что даже если тебя оскорбили, иногда лучше холодно улыбнуться и уйти, и ничего не сделать, чем начать отвечать. Да, потому что это же всегда будет против тебя. Я не знаю, я сейчас вам скажу следующее. Я избегаю каких-либо, ну, во-первых, я ни с кем не общался, да, долго. Что сейчас происходит на поле, я не знаю, но я слышу одно, что сейчас бизнес очень непорядочный, все друг друга кидают. То-то-то. Если в то время, мы говорим, в 80-90, да, там, коммерсанты, там, что-то такое, ну, туда хоть были понятия, а сейчас, говорят, вообще беспорядок, сейчас, говорят, время мошенников, сейчас время Чичковых. Ну, их твой души. Строгостная. Классика жанра. Вот и все. Причем, я стал в последнее время получать информацию, оказывается, именно даже самые близкие, кому ты был предан, они, оказывается, против тебя замышляли такие коварные, грязные вещи. Вот, поэтому, я, первое, я не общаюсь с теми, с кем мне надо. Я ни от кого не завишу в бизнесе, чтобы под кого-то ложиться. Я не завишу я не завишу от политиков, да, независимый. Не потому, что я не хотел бы, я никому не нужен. После того, как я в 2009 году добровольно поговорил с Рамзаном Ахмадовичем, я тогда был сенатором, и у меня были задачи. У меня было поручение Владимира Владимировича Путина, нашего президента, Славу Суркову, помочь Ахмад Хаджи, потому что мой младший брат Хусейн, он тоже был кандидатом президента из Чечни. Мне Рома Абрамович нашел меня, послушай, Путин передал, что только Кадыров, и, значит, не упражняйтесь, Ленин предупреждал, что азартные игры с государством опасны, и я по Ленину живу. И я всем обрезовал, все силы. Электорат, который был у нашего, у моего брата, мы отдали Ахмад Хаджи, и я стал выполнять поручение нашего президента, за которого я голосовал, через славу, через помощника его, и который был заместителем в администрации президента, руководителем по внутренней политике. Потом у меня были беседы президента отеля, когда он еще не был отелем, отелем, да, то Ахмад Хаджи, он очень сильно переживал за Романа, сейчас он Романа Ахмадович, и он мне говорил так, что, смотри, я очень тебя прошу, я знаю, что со мной что-то будет, не оставь его. Вот так, это было у нас, мы с ним дружили, это было, кстати, он меня первый взял в Мекку, я с ним совручил, умру на святую землю, и вот получилось так, что я попросил Романа про его маму, Ахмадович, Роман, дальше, дело в том, он мне когда-то предлагал быть председателем правительства, сказал, где я, где правительство, я международник, я работаю сенатором, я хочу, я говорю, давайте, если не против, давайте сделаем так, я говорю, мы с ним брали просто жигули обычные, не брали никого, он за рулем, мы ездили в горы, ездили катались, рассуждали многие вещи, я хочу заниматься помощью нам, нашему народу, и тебе, если это надо, и России, помогать чеченскому народу, и республике, на международном, на внешнем фронте, я говорю, вы тут внутри разбираетесь, я не понимаю, что здесь происходит, и не пойму никогда, я слишком рано уехал из Чечни, я слишком уже такой, я не пророссийский, но я, я чеченец, поражение, по духу, но я русский, и европейец по своему менталитету, не знаю, по отношению к жизни, я говорю, давай мы это все учем, давай я хочу, я тем более, я говорю, Рамзан, я сейчас зависимый, я не хочу никого подводить, я тебе уже подводу, я ему два же давал слова, и эти слова не сдержал, дальше я понимаю, связанные тоже с нахотиками, да, он знал, отец не узнал, слава богу, Ахмад Хаджи, царство небесное, ушел, но так как его семья была, тоже трагедия, и мы с ним договорились, что я ухожу, на вольные хлеба, занимаюсь там, вот это, и потом появилось дело, Чигиринского, к сожалению, с Чигиринскими шел бы, и с Сашей дружил 30 лет, и там у них была какая-то, Батурина, к сожалению, Николаевна, сделала мотку, через Арбакай, как его не Арбакай, так как его Руслана, фамилия? Бойсарова. Через Бойсарова, они сделали мотку, я сказал, что они мои друзья, я не занял там, про шел бы, я просто понимал, что если они не договорятся, я знаю, дело в том, что... Ну как, я понимаю, там был бизнес-конфликт, да, Чигиринского с Бойсаром. Нет, там был бизнес-конфликт Чигиринский, Лужков, Батурина, по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Но так как мне, Рамзан, так получилось, что реально Батурина, Лужковы запутали, Рамзана... Ты имеешь в виду, что вы остались в хороших отношениях с Рамзаном, но ты нарушил свои слова, и поэтому тебе неловко с ним опять... Я не знаю, что произошло, я сейчас, я знаю, что плохое у нас здоровье было, я очень переживаю, сейчас, позавчера, Адаму написал, Великим Хану, мы с Адамом, одного суфийского ордена вместе отстаивали интересы, Ахмаджи, Рамзана, что-то работали вместе, да, он очень хороший, он сейчас герой России, он боевой, у него, Адам, четыре брата, они все офицеры, они все из России возглавляют спецотряды, то есть, ну, как тебе сказать, я понимал, что моя зависимость, она оказалась бедомной моей, я слишком эмоционально, даже с тобой разговариваю. А не было такого, что тебя просто вытеснил вот в рамках этого конфликта Байсаров и другая сторона? Да, нет, кто такого Байсарова, он хороший коммерсант, он очень... Ну, подожди, как я понимаю, что была именно вот эта, ты начал говорить, бизнес, история. Это было это, его, Байсарова, задействовал Лужкова, Лужков и Баторина, потому что Руслан Байсаров говорил мне, что его Алла Борисовна привела к Лужкову и попросила должность на московском и на московском заводе. Это факт, это не я приду, это слова Руслана, не знаю вот что, да, он очень способный финансист, он очень способный предприниматель, но он не боится. Но как предприниматель, я считаю, что он для команды... Ну, то есть не он играл какую-то роль, то есть ты считаешь, что ваш расход с Кадыровым произошел просто вот по личным... побил из очереденского мутки Баториной, сразу же говорю. А что за мутка Баториной? А потому что она взяла, потянула Рамзана, якобы она дала ему... Она просто столкнула. Она дала ему какие-то условия, чтобы... Она была виновата, она не выполнила, не держала слово перед шалвой, и она запутала моего друга, я не знаю, я не хочу, я не участвовал, не был присутствующим, но я знаю, что она и тянула, я знал, что это плохо, можно кончиться через много лет. Если не на Рамзане, то на его детях, если на его детях, то на его народе. Вот и все, евреи мстительные. Вот сейчас как говорят евреи, мы вас всех стрелем с лица земли. Говорят, имеют право, не знаю, но я это слышу, я это вижу по телевизору. Это заявляет Бенджамиль Натвиляху, я был когда-то на лице Бенджамиля, он ястреб. Он сказал, что я всех уничтожу, я всех палестинских этих, я экстремистских уничтожу, это его личное дело. Что ты думаешь про события в Дагестане? То, что там произошло, какие это у тебя вызывают чувства? Ну, коммент. Ну, ты же видел? у которых есть должности, у которых есть задачи, у которых есть ответственность, чтобы этого не было. В общем, проморгали, я считаю, что Дагестан просто проморгали. Они слишком много увлеклись тем, что у них гоп, молодцы, борцы. Говорят, что называется головокружение от успехов. Я никого не ругаю, я никому не даю оценки, тем более, я не вешаю, не навешаю ярлыков. Но, если бы я был бы человек, который дал бы слово и народу, и президенту, что я взял, отвечаю, для меня это то же самое, что случилось с Александром Сергеевичем Засоховым, когда в Северной Осетии захватили школу. Для меня это ровно аккуратно то же самое. Я хочу вспомнить историю твоего друга и наставника Махмуда Исенбаева. После смерти матери его воспитывала еврейская женщина, мама Соня, как ее называл сам Махмуд. Я читала его, его воспоминания он описывает, как в голодные, ссыльные годы после войны она сама не доедала, чтобы его выкормить. Как ты думаешь, Умар, почему, получается, такие истории забываются, хотя этот уважаемый человек, он тоже с Кавказа. Почему появилась вот сейчас эта ненависть к евреям? Понятно, что спровоцировали, понятно, что, но было же, что провоцировать. Почему так? Причина-следственная связь. Возьмем мы историю человечества, любая, живой пример Югославия. Начали конфликт там между собой, междуособица, не прошло. Начали территориальное, не прошло. Начали межнациональное, не прошло, а межрегулиозное разрушило всю страну. Это кто-то за этим стоит. Когда Сталин, Берия нас обстреляли в 24-м, 23-го апреля, Казахстан, Сибирь, половину населения уничтожили, но половину, они же остались в чужих семьях, их же приняли, хотя их послали как врагов народу. Это то, в чем прежде. Надо быть добрым, надо быть толерантом. А самая важная штука это толерантность. Религия это самое, самое слабое, фрджиль, да, это самая хрупкая составляющая субстанция. Вот на этом люди, которые играют в шашбэш, в политике или где-то там, всегда пытаются, они, это самая тонкая макета. А теперь, ты права, это переросло в антиеврейское. Теперь получается антисемитизм. Но смотри, ведь во всем всегда, знаешь, когда Владов писал, что Сталин, конечно, тиран, но кто написал миллион доносов. То есть понятно, что провокация, я с тобой полностью согласна, имела место. Считается в долгом сообщить, да. Да, но провокация должна упасть на благодатную почву. То есть условно, если бы эти украинские каналы типа «Утро Дагестана» стали, не знаю, говорить про то, что армяне приезжают в Дагестан, я думаю, такой реакции не было бы. Или грузины приезжают в Дагестан. Ну как бы. Слушай, причинно-следственная связь началась с бойней в Газе. Кто-то правильно сказал, смотрите, почему издралий чуть не прав. Если бы они оставили на том уровне, что бандиты борвались и занимались зверцами, убивали детей, стариков, отрезали головы, это бы помнили. А сейчас помнили, что они бомбят Газу. Страдает кто? Страдают евреи, страдают эти, как они, арабы, да, палестинцы. И теперь начинается между, во всем мире начинают мусульмане с иудеями, сейчас крестьян еще увидишь, добавят. Это только начало, цветочки. Сейчас же пи***рой пришли порноту власти в Европе. Ну, это же пи***рой. Согласна? ЛГБТ? Ну, не совсем, я с этого пустота. Ну, послушай, ну, как мне в тени? Если проповедовать, что должен быть третий пол, ты хочешь, чтобы он... Ну, слушай, третий пол, это другая история, но мне кажется, что у людей другая ориентация, но это же им дело. Я не про... я не про это. Я про ЛГБТ говорю. Я уважаю мнение тех, кому нравится это. Я люблю девушек, я консерватор, и я не понимаю этого. Я чуть-чуть неправильно сказал. Я сказал, что эти политики, они не по природе, а не по менталитету. В этом смысле. Да, по менталитету. ЛГБТ, ну, они в натуре... Я так еще думаю, ты вдруг с евреев переключился на ЛГБТ. Нет, ну мы с искусства на евреев переключились. Чтобы закончить эту тему, вот ты согласен с Дмитрием Киселевым, который в своей итоговой программе... Смотрел его регулярно. Да, он сказал о том, что одна из проблем у сотен миллионов мусульман антисемитизм – это культурная норма, переходящая из поколения в поколение. У сотен миллионов мусульман, конечно, не у каждого, но все же антисемитизм – культурная норма, переходящая из поколения в поколение. И никакая политкорректность с этим ничего не поделает. А что он мусульман, он за это... Я поэтому у тебя хочу спросить. Он рос в мусульманской семье. Надо было спросить у Махмуда Семаева. Он рос в еврейской семье. Есть ли там... Я у тебя спрашиваю. Есть антисемитизм среди мусульман? Я не знаю ни одной еврейской семьи. У меня очень много знакомых евреев по всему миру, чтобы внутри была бы антиисламская суть какая. Это мнение отдельно взятого человека Киселева. То есть ты не чувствуешь, что у мусульман это из поколения... А я никогда не видел этого. Я вижу, что это все происходит в Европе. Больше у нас этого никогда не было. То есть у тебя в семье, там среди твоих друзей кавказцев не было такого, что ты видишь, что есть какие-то люди, которые прямо антисемиты. Такого нет. Я вообще... Я только слышу с экрана и с хупора. Я вижу... Я в жизни этого нет. Вот есть мнение, что это бойня в Дагестане. Это только прелюдия и начало чего-то гораздо более глобального и ужасного. Ты веришь в это, что дальше это может закончиться какими-то вообще антирусскими погромами на всем Кавказе? Я против систему, которую выстраивает вот этот социум. Нельзя сидеть дома, жрать пиццу и роллы, а на тебя работает кто-то. Вот поэтому ты права, к чему я говорю. Могут быть, ты считаешь. Были черно-сотяные, правильно, против евреев. Могут быть, ты считаешь. Потому что, допустим, если летишь, приезжаешь в Китай, он метет, он улыбается, у него есть работа, да. А наш этот метет, он на тебя зло смотрит. Он тебя ненавидит. Не потому что он тебя ненавидит, но его тот социальный уровень, который у него, он в нем возмущает. Это то же самое, как в манифест Компартии. Коммунизм, призрак рыщет по Европе. Сохранять при этом свою культуру нужно. Вот ты чеченец. А космет. Ты при этом чувствуешь себя человеком, так сказать, Советского Союза и россиянином, но при этом ты говоришь по-чеченски. Да. Вот Рамзан Кадыров заявил, что он будет увольнять чиновников, дети которых не знают чеченского языка, потому что ему важно, что в республике все равно люди и со своей культурой знакомы. Как это с одной стороны сохранять, а с другой стороны быть частью вот этой большой многонационной церкви? Послушай, значит, смотри, то, что сказал Рамзан Ахманович Кадыров, сын моего близкого друга, если Зеленский запрещает русский язык и школу, Рамзан Ахманович, что он призывает к тому, чтобы люди не забывали то, в чем ты говоришь, внутренний мир. Что такое твой внутренний мир? Это твоя культура, это твои истоки. Он хочет, чтобы люди не забывали истоки. Ну, как его можно за это ругать? Хотела спросить про одного твоего близкого друга и партнера на тот еще, на те 90-е шальные моменты, как раз Орджини Кидзе. Он был тогда вице-мэром при Лужкове в начале 2000-х, как раз когда мы дружили, вы с ним дико поссорились. И, насколько я понимаю, ему удалось лишить тебя твоего гостиничного бизнеса. Вот я помню, в «Коммерсанте» был заголовок «Умар Джабраилов лишился спального места». Помнишь? Вот можешь вспомнить, что тогда произошло? Я даже читал в статье, в профиле где-то, в каком-то газете, он сказал, что я Джабраилова или посажу, или разорю. А я недавно узнал, что он меня заказал. До него донесли. А было покушение какое-то? Да, меня два раза взрывали, Кенесемского. Я же тебе сейчас говорил, Кенесемский грубал. У него два раза не сработал от детонатора. Они на меня покушение делали, не получили. Они убили. И ты уверен, что это он? Вот показания все это. Люди сидят, теперь меня сейчас будут уходить, уже кто-то вышел. Все, мои адвокаты готовят. Я не уверен. Я через... Так как грузинское... Я дружил с Бадриком Глашвили, Бадриком Кутаисиком, так называемым ворозаконнием, ворозаконнием, да, по их жизни. Я к нему обратился. Смотри, вот мой бывший старший брат и твой землячек, кто-то, кто-то. Поговорите с ним. Я уверен, что это было не в разумении, он там что-то сделал. Здесь надо пояснить, подожди, что тут просто не все понимают, что после вашего конфликта не только на тебя были покушения, но и на него тоже, на Арджиникидзе, было совершено два покушения. И во время второго, как я понимаю, его охранники застрелили киллера, который оказался твой двоюродный брат, Салават Джабрай. Я не давал распоряжения по поводу таких организационных мероприятий, как покушение или же убийство. Когда было так называемое повышение на Арджиникидзе в бронированном автомобиле, который я ему подарил, и то я, оказывается, Это был твой подарок. Да, да. Я послал своего двоюродного брата, как они стали со стечками, стрелять броню. Значит, что получилось? Потом, пишем, у меня тогда был Смоленский пассаж, когда нашли сгоревшую машину, рядом труп моего брата двоюродного. Значит, у охранника Арджиникида был табельный пистолет Макарова или ПСМ. Значит, когда нашли труп моего брата, двоюродного, то он был в майке, рубашке и в корке. В кармане были паспорта, телефоны, явки, все. Далее. Значит, мои адвокаты, Гогин, он подавал, нам не пошло дело опущения рождественной, дело уголовное по факту убийства гражданина России не возбудили, потому что оно было все прохватить. Я закончу. Значит, начали на нем. Рубашка, матька прострелена в область сердца сзади из ствола нероссийского производства 9 мм с выходом огромным на выходе из сердца, прямо из сердца, а куртка не прострелена. Вот и все. То есть, ты считаешь, что было инсценировано специально, чтобы подставить тебя? Покушение на Иосифа Арджиникидзе это инсценировка. С таким заявлением сегодня выроспел президент одной из ведущих финансовых групп России Плаза Умар Джабраилов. Слушай, ну это вообще чудовищные времена получается. Ладно это были мутки. То есть все какие-то понимаешь, игры престолов у всех какие-то такие. Это было бы между бандитами и коммерсантами. Это чиновник Москвы делал. Чиновники Москвы это делали. Они поругались с полом. Ну это же вообще было время, понимаешь, эти Ореховские, Солнцевские, все мои друзья. Это же был кошмар какой-то. Вот с точки зрения... И культи покойные, погибшие. А что это были за люди? Они вот прям совсем убийцы или они по понятиям жили? Они были герзкие герои того времени, которых использовали бизнесмены-коммерсанты для того, чтобы избавляться от своих партнеров. Все. Поэтому они были бандитами. Это было все праведливо. В какое время, ну скажем так, было больше справедливости? Сейчас же об этом много спорят. Вот когда все-таки бандиты правили или как сейчас силовики? Ведь по сути дела сейчас силовики тоже часто такой же крышей являются, но просто... Не знаю. Не знаю. Я с силовиками не общаюсь. В моей семье с силовиками общается с Хусей, мой младший брат. Я всегда как-то от его сторонился. У него... Задать ему вопрос. У тебя... Ну давай тогда так. Твое время, которое вот ты вспоминаешь как самое лучшее. Это какое? 90-е, нулевые? Санитары леса были. Тебе когда лучше всего жилось? Вот тебе лично? Мне живется хорошо всегда, но в те годы отчаянные, лихие, тревожные, дерзкие, опасные. Было веселее. Я помоложе был, больше было вызовов. Ты не скучаешь по Чечне? По вот тому, чтобы не просто туда приехать, а быть в центре событий, строительства? что было. Я недавно там был, и это уже не моя Чечня. Почему? Что не так? Ну как? Я не знаю как. Можно я повторял? Я вижу там... Но нравится ли тебе то, что сейчас происходит? Воспитанные. Я вам скажу такую вещь. Я остановился, была делегация, остановился в Кросс-де-Сити, по-моему, называется, отель. И вот тогда утром вышел, а там мечеть рядом, Ахмад Хаджи. Я на эту мечеть, кстати, отдал 10 миллионов долларов. Я отдал на фонд, как раз бы создали, фонд Ахмад Хаджи. Первый взнос сделал туда. И вот я думаю, пойду, а в ту мечеть, дня как. А мне повезло, посчастливилось принять участие. И вот там гуляю, это было около 6 утра, идет дядь какой-то, по-моему, надо закурить. Вот это, ваш Малагутский. То есть я говорю, что люди, они не курят, не пьют, ничего не делают, да, они придерживаются там каких-то адатов, своих законов. Но в то же время русские там, себя чувствуют русским, украинцы, украинцы, евреи, евреи, армянин, 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 евреи, та-та-та. Смотри, ну, у тебя может быть такое мнение, я тут не совсем с тобой согласна. Просто вот смотри, ты же наверняка слышал вот эту историю про Никиту Журавеля, то, что Рамзан Ахматович выложил видео. Я не смотрю. Ты не видел это вообще? Я не смотрю все. Хорошо, у меня тогда к тебе такой вопрос. Парень сжег Коран, его отправили в Грозный, чтобы судить. И там сын Кадырова, Адам, зашел к нему в камеру, его избил на камеру. И это выложил видео его отец. Вот ты считаешь это справедливо? То есть, вот за такое преступление можно избивать человека? послушаю, я помню, в Голландии, по-моему, или Бельгии один художник сделал зарисовки на пророка Мухаммеда, его, по-моему, убили. Ну, Шарли Бдо тоже, крикатура, убили людей. А тут просто побили. Ну, видимо, суд такой, справедливость. Я не знаю, я первый раз тебя слышал. Ты счастливый человек, ты мне. Никого же не убили. Ну, а зачем он сжигал Коран? Что, он не знал, что он делает? Как можно свящать? Если, допустим, если бы сожгли бы Тору, и у вас власть была, допустим, в Горобиджане очень про-иудейская, как ты думаешь, иудеи правоверные не наказали бы того, который сжег бы Тору? Наказали бы. Ну, я надеюсь, что нет бы. А здесь побили, ну, будет партия, я не знаю. Я про другое говорю. Допустим, сейчас Хамас, это экстремистское звено, их лидер Палестины, вконтакте, не признает, да, они напали на Израиль, я очень сожалею, убили очень много мертвых людей, но сейчас бомбят же газу, бомбят, бомбят мирное население. Но сейчас вообще страшная война на ближнем госту. Да, война, они противоречивые, ну, несоизмеримые силы. Вот смотри, вы сейчас... Ну, ты на чьей стороне? Я не на чей, я на стороне Бога и на стороне справедливости. Но, я считаю, нельзя над святынями наругаться. Я не говорю правильно или неправильно. Он поступил в меру своего видения ситуации, да. Мы рассуждаем сейчас, вот извне, мы рассуждаем по картинке, кто-то жег, в Чечню отвезли, что-то сделали, я не знаю. Но, то же самое взять про войну сейчас на Украине, я скажу, да. Мы там говорим, вот, там нам показывают, журналисты, бегают, пятый, сядок, вот, мы кого-то видим в Тикан, а для кого-то это здесь и сейчас, для семей тех, кто сейчас ждет своих детей или отцов, это здесь, война здесь, она здесь присутствует. То же самое религиозное, ты знаешь, взять Югославию, Ксенину, ты же умная, продвинутая, да, взять Югославию. Началось межэтнический, Америка сделала, межэтнический не прошло, сделала межрелигиозный, прошло. Религия, это самое, это инструмент политического давления. Понятно, разве это в 21 веке является признаком цивилизации, что люди спустят Господин Бенджамину Нетаньяху, почему он не слышит Путина, другие ему говорят, за 24 часа миллион населения крово разбомбили, дороги, что можно закончить. На это тебе любой еврей скажет, а что тогда говорить о террористах, которые несчастных людей на фестивале расстреляли, просто ни за что. Я же их осуждаю. Насилие порождает насилие. Ну, я... Я зато, я на стороне нашего президента Путина. Он говорит, несозмиримые. Я не знаю, как вот там по понятиям, просвети меня. Нет такого понятия, что первым нельзя нападать. Вот тот, кто первый ударил в уличной драке, тот и не прав. Потому что в моем понимании вот есть такая история, что нельзя первому... Наина Иосифовна Ельцинна живая? Живая, да? Ну, да, да. Задай ей вопрос, почему ее муж по пьяной лавочке стал бомбить чеченцев? Ну, так его и осуждали тогда. А кто виноват? Вот, кто виноват? Немцов осуждал. Он немцов осуждал. Папа, кстати, его осуждал. Нет, нет, причем нет. Твой папа, да. Его все осудили в тот момент. Скорее, есть заданный вопрос. Ты меня спрашиваешь, человека со стороны, который говорит, как и ты переживает за... У меня много в Израиле, друзья, очень много. Меня евреи любят вызывать. Нет, смотри, я просто как человек далекий от любых боевых действий. Ты сейчас начал с того, Я считаю, что вот простая есть формула, чтобы разобраться. Нельзя первому бить, нельзя нападать первым. Кто первым напал, тот и не прав. Да. Вот если только вот из этого исходить, то очень просто определить виновного. Спасибо, ты меня облегчила. Не надо было тому деятелю сжигать Коран. Все, он первый начал. Он спровоцировал. Но он же никого не ударил. Он же спровоцировал. Ты меня провоцируешь там насчет... Я тебе сказал, что я, как бы то ни было, ты же про понятия, я понятен ничего. Да, я вроде разумный, да, реалистичный, но я тот человек, который дал склятву, склятву, миссис Рамзан Ахмадовичем Кадыровым, когда я работал в Чечне, что мы с ним друзья. И братья даже. Нет. Дай закончить. Не перебивайте. Я тебя перебиваю, ты не перебивай, ты же полуеврейка, полунаша, да. И вот там такое. Друзья по этой клятве, она, тем более, в том месте, где мы сделали, в том месте, она куча, меня Рамзан Ахмадович отводит в сторону, а ты знаешь, что мы сейчас сделали? Я говорю, не знаю. Ну смотри, с этого момента любой твой косяк ты на меня переводишь, а любой мой косяк, он на тебе. И вот, когда я дважды держал свое слово перед ним, мой косяк употребления кокаина, я ему сказал, я сам себе сказал, старик, ты уже, ну ты определись, ты ли охотник, или это самое, да. И вот я, вот мое представление о ценности слова человека, мужчины, оно другое. Это офицерское, это офицерское, это как на России офицерское Суворов Александр Васильевич. Слушай, а правда, что ты в армии, когда служил, познакомился с генералом Филиппом Бабковым? Который в СССР отвечал за идеологию. Вот расскажи, он же дико интересный человек, он отвечал за всю идеологическую историю, работал у Гусинского, потом... И с ОПГ, я работал с ОПГ. Он работал. И работу с ОПГ. курировал. Можешь рассказать о нем вообще, как вы познакомились? Я с Филиппом Бабковым, Филипп Денисович, я с ним, как, я с семьей его дружил. Я человек поэтилен, не жил по понятиям. Ты никогда не рассказываешь про это. Понятиям сталинского лагерного преступного мира. Я пацаном, когда был в дружечках, мои коллеги были, выпускники лагерей, я у них наблатыкался, и я снялся без заслуг, как кодек, неси, да, и вот так вот. И поэтому мои понятия мне не позволяли ... Говорить какие-то? Нет. Вот работать или тем более стучать. КГБ. Понятно. Да, не, стучать, быть с токачем или как-то, как называется, только не... Крысой? Не, не крысой, а когда завербованным. Ну, родине я помогал. Слушай, а мне интересно, потому что, ну, вот мой коллега, журналист Антон Жилов вечно в кожных перчатках, чтобы не делать отпечатки под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер П, жил в гостинице в Советской, не Советский человек, Высовский Владимир Владимирович Николаевич. Мой коллега Антон Жилов был один из немногих журналистов, который с Бабковым, еще когда он был жив, делал интервью. За литературу высылали. Это нормально? То, что человек писал книги и его высылали из страны? Ну, видите ли, дело не в этом, что там он писал. Если он писал литературу, писал книги, но он писал же книги в противовес советской власти. Там в основном было про Бродского, потому что он же участвовал в высылке Бродского и так далее. Вот мне интересно, учитывая, что редкая возможность поговорить с человеком, которого его знал. Ну, я просто ему пременулся. Это что же Журат Константинович пременулся. Ну, понятно. Вот давай про Бабкова. Что он думал про распад СССР и про вот эту новую Россию? Мне просто интересно с точки зрения... Как и я. Мы на этом все были. То есть для него это был коллапс? И для меня. И он презирал вот то, что новое, Ельцин, это все. Он не презирал, он все не хотел принять. Но потом он же встроился в систему через Гусинского. Он нашел свое место. Вот как это? Тяжело ему удалось? с Гусинским дружим. Володей, Гусинский был на моей стороне. Меня и евреи любили почему-то. И меня Боря ходить называл Умархаем. По поводу Гусинского. Это же интересно, что он один из немногих, кто закончил сейчас свою карьеру довольно плавно. Да, там, не как Березовский с трагедией. Умнейший, продвинутый человек, которому просто не повезло, на его актив НТВ положили глаз, и он неправильно сделал ставку на такие, как Даренко. Вот эти все люди, они его подвели. Коржаков, да. С Коржаком я тоже дружил. И с Боржаком дружил. И с Крапивой дружил. Со всеми. Я не знаю, как бы он общался. Кроме Арджиникидзе ты со всеми дружил. Я с ним дружил. Это он меня заказал. Я с ним дружил. Кто из этих людей ты считаешь, ну, произвел тогда на тебя, когда ты с ними общался, вот прямо впечатление мощнейшей фигуры. Вот из всех этих доблестных аферистов того времени. Кто был? Альфа, скажем так. Ну, а знаешь, как говорят, время Березовского было. из кого я до сих пор уважаю, и кому я был предан, и я до сих пор не хочу согласиться с тем, что его от меня отвернули. Это Юрий Михайлович Лужков, конечно. Это что касается аппарата Чиновичева. Это был сильная фигура и очень хороший человек. А из-за вот этих так называемых олигархов и олигархов, конечно, Фридман, Потанин, Лебедев, многие другие уже разбирались, Роман способный, да, Абрамович. Ну, там много было, да, но мощная фигура после Бориса Березовского, это Кусинская молодежь. Он очень был продвинутый впереди, времени ушел. Он напряжал временно. А как ты считаешь, это закономерно, что в итоге такая разная судьба у Березовского и у Гусинского? Гусинский все-таки остался и при капитале, и при каких-то ресурсах, да, за границей, но как бы его никто не трогает, и деньги у него на какие-то большие проекты все равно есть. Ну, Гусинский никогда не претендовал на коридоры власти и не стремился занять никогда политические какие-то кресты. В Володе он был про бизнес и про продвинутый современный бизнес, новый бизнес, новый. Он был инноватором. Я бы сказал, что это была ошибка, трагическая ошибка 96-го года. Ельцин делал вид, что его нет, а Путин делает вид, что он есть. А вот Боря, он оказался заложником, так как они там дружили, по-моему, Таней, дочкой Ельцина, он у него крышу, он дал украшение оценивать у него успехов, и потом там, он же в совместении работал. Сейчас люди не поймут, о чем я говорю. Молодежь, мне кажется, очень интересуется временем Ельцина, очень по-разному его сейчас оценивают. Я не хочу давать оценки тому, что происходило в нашей стране, потому что мнения полярные, рассуждать, да, я считаю, что он, ну, такой он был, такой он. Он бомбил мою родину, он моих родственников, моих родственников, но он же меня ждал, вдруг вот здесь, на манежной площади, когда я для него Лужкова сдал охотную реаль. Да. И назвал это, молодец, восьмое чудо света построил. А сейчас коммерсанты, жулики меня объявили, благодаря Аржи Никитину, у меня мой актив. Сейчас я буду этим заниматься. Ну, то есть, это очень много лет назад, почему ты именно сейчас решил за это. Сейчас только выяснилось, мне из зоны сюрьмы позвонили и прислали аудио и подписи, и написано о том, кто меня заказал, кто убил, как они убили мою финансовую директору, как они меня хотели убить. Вот и все. У меня не было доказательств. У меня не было базы. Доказательств. Ну, ты же понимаешь, что такой лакомый актив тебе сейчас никто не вернет? Сейчас я верну. Почему? Ты считаешь? Я свою долю, 50%, верну. Ты оптимист, Умар. А что? У меня здесь смысловая нагрузка. Я здесь не оптимист, я здесь прагматик. Ну, вот смотри, у тебя же в этом смысле всегда, что мне очень нравилась, была широта взглядов. Это характерно не для многих кавказских мужчин. Ты мог уехать на хадж в Саудовскую Аравию вместе с Ахматом Кадыровым, отцом Рамзана, а потом оказаться в Монако на какой-нибудь классной вечеринке. И это составляло и то, и то, как я понимаю, важные части твоей жизни. Вот сегодня тебе какая из этих частей важнее? Праведная или Дольче Вита? Когда я написал Абсурд, он мне пришел, я понял, что то, что я пишу, это сентименты, это такая мелодрама красивая, это эмоции, это любовь, что такое. Это никак не ассоциируется с тем Маром, дерзким, Куртыем, что такое, там Балагуром, там, что-то такое, где я еще тогда не стрелял, да, публично. Да, я в Хаджи, да, я в Амфаре, да, я в Монако, да, я в Мекке, да, я в Лондоне, да, я в Париже, да, я на Хардини, да, я в Сан-Тропе, да, в Дюкапе, но это тот же самый Мар, это та же самая энергия, это, как ты сама сказала, на мне лежит и радость, и ответственность многообразия, многогранности, да, мне просто провезло, мне повезло. Ну, вот это меня всегда поражало, потому что вот в этих книгах ты же такой абсолютный романтик, там очень много таких вещей, раненых, пропитанных каким-то невероятным, таким пронзительным горем, страдающего от одиночества человеком, то есть совсем, тебя мало кто таким знает, вот там есть строки, мне они очень понравились. Поэтому я оставил, я оставил проканта. Моя любовь, моя тоска, закрываю глаза, замирает мое дыхание, я мечтаю о ней, ведь она в тысячах световых лет от земли, она держит мое сердце так сильно, что я вот-вот умру. Ну, это же пронзительные какие-то строки любви. Они сказали о моей души и о моем образовательном цензе. Полтарный человек. А по кому ты писал тогда? Это было, это было, это образно что-то. Ну, ты писала какой-то конкретной женщине. Нет, это и тебе посвящено тоже было. Всем. Это была энергия, это было мое состояние в отношении тех девушек, тех женщин, которые были в моей жизни и которых друг не стало, да? А почему ты думаешь, не удалось тебе встретить все-таки одну, единственную, ту самую, и может быть тогда все вещи сложные, которые в твоей жизни были, переживались бы тогда сильно легче, потому что рядом с тобой был бы такой человек, который бы тебя всегда держал. Или может быть... У меня дочь, младшая Альвина, ты ее знаешь, просто отвечает на вопрос. Такой, а пока что? А если не достаточно, и пока пусть. Я не знаю почему, когда я переехала из Питера в Москву, первое ощущение по всей столице висели огромные билборды с фотографией маленькой девочки и надписью «Солнышко». Это была твоя младшая дочь. Ты зачем тогда это сделал? Вот на рекламные растяжки? Я как отец радовался. Это, значит, это никакой рекламный. Это просто... Ну, то есть ты ездил по Москве и смотрел просто на ее форте, и тебе нравилось. Мне даже тогда мы с Леной Николайом Баттбрунду жили, вместе в теннис играли здесь. О, лужники, да, проехали где-то? Или нет? Уже возвращаемся в парк Горьков, да? Она говорит, я увижу, глаза, говорит, у Мары глаза, Алина. Ну, это просто я как отец сделал. Как отец. Так как они росли без меня, мне пришлось, когда она была маленькая, расстаться с женой. Ну, вот есть фотографии, красная коровая дорожка. Так же я люблю свою мурку, кошку, девочку. Она для меня сейчас все. Она в моей жизни. Но я думаю, все-таки ребенка больше, чем кошку, немножко. Нет, я вообще говорю, я не слушаю. Вот, но я помню эти фотографии на красной дорожке. Да, она была, она на красную дорожку шла с моим братом, Пафом Дэдди, да, он ее любит. Она моя племянница. Когда мы прилетали с Дантом на яхтах плавленную, да, он ее брал за шкерман, мы ходили прямо в Каннах, во все магазины, где он, не, у нас, у нас. Это была звездная, звездная жизнь. Паф Дэдди и вот этот черный мир, то они понятия, у них понятия такие же, как у меня там. То есть вы до сих пор поддерживаете? Да, слушай, ну вот хочется поговорить, знаешь еще о чем? Ведь ты, правда, вот этот дом сумасшедший. Пафом Дэдди меня тоже на луны познакомил. Сумасшедший дом. Тебе его пришлось, как я понимаю, выставить на продажу вот этот арт-авсобняк в Крылатском. Ты его так долго строил, с такой любовью, развешивал картины современных художников. Я его прижил, мне его сглазили, там появились духи. Все, мы его сглазили. Сглазили какие-то люди, которые... Я не знаю, ну просто сглазили, там духи ходили. Но ты прям веришь в такие истории? Как веришь? У меня была специальная система наблюдения, сенсорная. У меня сидел там офсер, который в отдельной буфке охраны. Он говорит, когда вас нет внутри, там есть движение. Ну как это? Ну так, я знаю. Ты, наверное, материалист, а и нет. То есть ты просто понял, что там что-то происходит? Да, там на меня падала батарея, там у меня моя гардеробная огромная, 600 метров, которая была завешена ко все эти бутики здесь. Вся Третьяковская была, где много... Вдруг система пожароотсушения взорвалась и взорвала все. Ну я думаю, надо ломиться отсюда. В этом доме на берегу водохранилища была статуя лыжника, которая спускается с горы. В одном из интервью ты заявил, что хочешь подарить этот монумент президенту Владимиру Путину. Владимир Владимирович Путин, он на него похож. Я хочу ему его подарить. Похож, да? Смотри, да? Он так, это его, его манера. И бицепсы. Здорово! Братуха! Получилось? Братуха, привет, братуха, да? Ну я там души сказал, ну как, не знаю, я его хотел отдать, я его передал Леониду Васильевичу, он должен был его передать. То есть должны были отдать? Да, для Тягочева. Я его отдал Леониду Васильевичу Тяготеву, Тягочеву, моему другу, для Владимира Владимировича Путинова. Он натурально его подал. Дальше историю мы не знаем. Я видел, как вы видите, то что та же спускается красиво с таким поворотом. Ты знаешь, кто сейчас живет в этом твоем легендарном доме? Я его продал партнеру Саше Колокольцеву одному своему земляку. Саше Колокольцев сын министра внутренних дел. Это правда, что цена была один миллиард и двести миллионов рублей? Он мне обошелся в дом со всеми моими там перестройками, со всеми этими дорогими архитекторами, материалами. Хотя я там, он мне обошелся где-то миллионов 30 долларов, я отдал за пятерку. И не жалко было вот так? По факту, а что жалеть? Ох, я знаю, что часть картин из этого дома ты подарил городу в музей современного искусства. У меня есть дом из других домов. У меня другие дома были. Умар, мы с тобой в Московском музее современного искусства. Сюда, в середине десятых, ты передал 160 картин из личного своего собрания. Больше 200. Больше 200. Я это прочитала в журнале The Art Newspaper Russia. Расскажи, зачем ты это сделал? Банально избавиться, чтобы не растерять это все. У меня уже началось не коллекционирование, а собирательство. А когда искусство переходит в накопление, это не про меня, я решил, ну... Расскажи мне, в чем разница между коллекционированием и собирательством? Я сам почувствовал, что я уже превращаюсь в такого оголтелого скупчика. Я стал жертвой уже галереи. Ну, ты скажешь, всеми посылают, это суперновый художник. Да, срочно берем. Я уже буквал опытом. Слушай, ну какие-то все равно же есть здесь любимые работы. Можешь рассказать? Вот у меня, кстати, есть работа этого художника, она у меня меньше, Константин Латыш, да, у меня она меньше размером, там что-то написано, а что будет, если нефть кончится, или что-то такое? Я купил несколько работ, подарил в частной коллекции, знакомился с ними, близким. Еще я подарил классную работу, по-моему, Андрея Малахова, его музей в Апатитах, он сейчас, он молодец, как бы, он в Апатитах сделал, это поселок городского типа, где он родился, я еще называл его, так, смешно, Апатит, город контрастов. Очередной подарок Андрея Малахова своему родному городу, улыбака. Но ты покупал в основном молодых авторов, прогрессивных, молодых, талантливых. Не было у тебя желания, по примеру, Рыболовлева, вот тогда замахнуться на Леонардо да Винчи или на какую-то вот такую прям совсем уже жесткую классику? Рыболовлева, я читал историю про Леонардо да Винчи, но она же плохо кончилась. Она же кончилась таргичная, правильно? Как он ее покупал, потом его жулики обманули, много чего, агенты обманули, я не знаю, ты считаешь, что покупая такое искусство больше шансов наткнуться на подделку? Да ничего я не считаю. У меня не было таких возможностей, как Рыболовлева, забрать у народа, заводы, комбинаты и потом на это жить. Я сам создавал все места, зарабатывал деньги, зарабатывал какие-то знания приобретал и вот что мог я, что я чувствовал, этим я и руководствовался. Я ни с кем не сравнивался никогда, не только в искусстве, в общем, в жизни, я не сравниваюсь. Нулевые, вот этот весь расцвет, но ты же был просто миллиардером, огромные деньги. Я понимаю, что часть своего состояния все-таки ты потерял. У меня резкий карьерный рост из миллионера миллиардера в пенсионеры. Ну не скромничать, что-то осталось. Что-то осталось. Но все-таки вот мне интересно, большие активы как можно было потерять? То есть я понимаю, что условно бывают плохие периоды или привычки. Так же не бывает, что все эти... Кокаин. Ну невозможно столько потратить на это. Это же невозможно. Нет, я не только тратил, я не говорил, кокаин являлся. Вот поэтому я хочу, чтобы меня услышали люди, которые могут попасть в эту беду, избежать ее. Благодаря нахождению под наркотическим опьянением в искаженном состоянии, я... Первое, я не понимал, что все уходит, да? Второе, я уже отошел от дел. Третье, у меня был творческий такой период размышлений, неносных рассуждений, и я много чего раздарил. Но вот я знаю, что в начале 90-х твое имя связывали с АВИЗа. Это вот какие-то... Это не я, я говорю, что нет, я на АВИЗа чеченская попал, на 600 тысяч долларов пополам с вами. А почему? Как такое? Потому что нам втюхали левые платежки, все, из города Джамбула. Так что город Джамбул меня обул на 600 тысяч долларов. Мне кажется, что есть какой-то такой уровень благосостояния, с которого очень сложно спускаться вниз. Вот у тебя была психологически вот эта история, что когда ты потерял большие активы, которые у тебя отняли, что было тяжело, ну, скажем так, возвращаться в жизнь менее олигархическую. Ксюша Анатольевна. Ксюшка Анатольевна, да? Смотри, дело в том, что, слово я тебе говорю, что когда я понял, что вот я тебе говорил про мою очень такую трагедию отношения, потому что я не задержал слово перед своим другом и сыном своего друга Рамзаном Ахмановичем, очень близким моей душе и мне, как и чеченцу, и бенуэбсу, и человеку вообще. Я не задержал два раза данное слово. Я тогда вот принял решение, и я все. Уже определились, кто-то, да? И вот так вот. Я ушел в творческий процесс, написал и оттуда я сорвался. А потом, когда я увидел, что первое, любовь здесь больше не живет, второе, замолчал телефон, я подорвался, и я настолько умлекся, что я в натуре не соображал. Правда, не соображал, что делать. Но мне повезло, что, несмотря на такую сильную, очень тяжелую зависимость, у меня была тяжелая зависимость меня Аллах любит, и я миновал того, что у меня осталось серое вещество, насколько я так могу соображать, да? Вроде соображаю, а потом понял, а тебе-то, бля, нахуй это все не надо уже, тебе не надо, я ушел настолько в аскетизм, Ксения, что мне это не надо, это обуза, мне не нужны ни броневики, мне нужны охрана, мне нужны ничего, мне нужны панты, мне нужны частые самолеты, мне нужны яхт, мне ничего не надо, у меня есть моя мурка, у меня есть моя мама, которая, братья, сестры, которым мне повезло, мне повезло оказать какую-то в их жизни заботу, да, оказаться тем человеком, хорошим сыном, плохим сыном, потому что я принес маме горе, как, представляешь, вот, вот ты мама, да, ты представляешь, вот горе, ты знала, что твой ребенок наркоман, и ты ничего не говорил, это самое страшное горе, вот я моей маме дал такое горе, я, я никогда не буду прочен, небесами, за то, что я, эта женщина бедная, у нее, да, у нее два стенда стоит, ну, много чего, да, и это все, наверное, из-за меня, и вот, когда я понял, а мне-то ничего не надо, я езжу на Яндекс.Такси, иногда на Вилле, я езжу, когда нет долгой машины, я беру Калфорт, и нормально, да, там, пахнет дешераком, или, или чемуреками от киргиза, да, ну, не я живет, Собянин живет, такая демографическая, ситуация, зато быстро машина ездит, определенная, я езжу, когда на Майбах, когда у меня друзья дают, например, там, эти бреневики с автоматчиками, грушники, да, ну, мне-то ничего не надо, я же в улице, какие-то, несколько какие-то, у меня мои потребности, они настолько, дело в том, что I've seen it all. I've seen it all, да, это я как раз понять могу. Я помню, что ты отличался всегда не просто модной какой-то такой историей, любовью, красивой одежде, а очень тонким вкусом, то есть ты всегда опережал на пару, так сказать, вений всех остальных, то есть люди тогда еще антиквариатом заливали свои квартиры и шишки навешали на стены, имея первоначальный капитал, а ты уже, да, ты уже... И Поленова я любил. Ты уже смотрел, как бы, очень сильно вперед, минимализм во всем, какие-то новые марки, откуда у тебя было все это видение? Как костюм Националь, Перлит Банкин, Хельмон Банн, Джилл Сандер. Все любили Шанель, а ты уже знал, что такое костюм Националь Доликом де Гарсон, тогда, когда вот вообще кроме Шанель и Дольче Габбана людей ничего не интересовало. Как-то так могло... Ну, как-то получилось, я слишком рано уехал, но стал путешествовать по миру, по Европе, вошел в круги и светские, и гламурные. Я ездил на показы многие. Почему ты так рано стал понимать какие-то вещи, которые, условно, наши с тобой сверстники, и вот люди нашего поколения через там 10 лет к этому приходили. Я, когда был маленький, ходил в школу, я встал рано, я в ателье, сейчас факт у Амана, я уже тогда у нас был ателье рядом, я покупал на магазине, я покупал где-то отрез, и вот шел в ателье, шил так, ушел на штаны, и мне шили еще что-то, утром гладил, там, ходил, там, папочка, у меня была, жилетка без рукавка, у меня бабушка с мужской поездами, и меня называли шляпозонтик. Шляпозонтик, значит, интеллигент, типа там, и потом стиляга называли. У меня с детства была такая тяга, как там, я аккуратист, я профессионист, я слежу за собой, мне не все равно. Ну, даже я, наверное, практически дошел до нарциссизма, потом остановился, не знал, что ты имеешь в виду, практически дошел до нарциссизма? Ну, слишком я... Следил за собой? Ну, наверное, было. Я раньше других начал уезжать, как я говорю, до меня знали, в Европе все были текущенькие, а я был открытый, и Боря Березовская была открытая, и я там нахватался с чего-то, а то, что я считал, то, что мы не знали, если сначала это была аристократия, да, там, шесть рубашек с инициалами, чтобы пуговички, расчет, я не знал. Но я знаю, что очень помог в формировании стиля тебе знаменитый чеченский артист балета Махмуд Исенбаев. Это так? Артист танца. Он был аристократ в крови своей, да, он мне много дал в жизни, он мне привил, первое, любовь к жизни, он мне показал то, что я сам, наверное, а так он был, он был незаврядный, неординарная личность, и он сам был тонкий, и он как-то, он однажды сидит, он разговаривает, он говорит, ты даже не представляешь, какой-то тонкий. Я думаю, а что у меня тонкий художник? Он, я тогда не поймал, что он имеет в виду, да, то есть я через него многие вещи постиг, он для меня никогда не был примером, но я им восхищался, он был бесцепленником, он очень много делал добра. Вот я у него нахватался, мы в Москве познакомились. Как это происходило? Вы вместе ходили в магазины, он показывал тебе какие-то вещи, или вот то есть это? У него внутренняя культура была, я ее поймал где-то в эфире, и он мне посоветовал, когда у меня были творческие искания, он говорит, а ты знаешь, что такое ДР? Я так знал. Вот почитай, и я узнал, и я начал читать профессора Дмитрия В. Ричагина ДР, дальнейшее энергоинформационное развитие. Это была группа ученых, и не от мира всего, и естественных испытателей, и материалистов, и других направлений, которые для членов Политбюро и для высшей верхушки власти коммунистической и эшелонов КГБ и все остальное разработали специальную методику, как продлить жизнь. И вот это учение дальнейшее энергоинформационное развитие, ты можешь вот так же говорить, сейчас там говорят, вот пошлите что-то, я там поймала, инсайт, минсайт, я первый раз этому узнал, ты бы начал посмотреть, посмотреть твое интервью с какой-то аферисткой, как его? Блиновской. Ну такая овца, ну способная, понимаешь, овца и овец своих находят, да, ну способная, молодец, одаренная, видит, она мне напоминает Остапа Бендера, или как есть пела песня у Теса, помнишь, вы хотите песен, их есть у меня, ну публика хочет это, помнишь, мастера Маргарита, вот собирал, сдавайте валюту, граждане, вот люди приходят и сдают валюту, один помнишь, было все, во время перескопки очень модно было, вдруг появлялись мессии, люди, вот вернулся Иисус Пресос, эти сектанты, бедные бегали, но сейчас тоже заново, мне кажется, это время, а сейчас я часто через себя узнал, что есть такие вот, как это, коучи, коучи, как его зовут, блиновская, 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 ну способная, я только узнал, что есть такие вот люди, способные, одаренные, слушай, но в 90-е же годы такие люди, они управляли не только людьми, они, да, они управляли большими потоками людей и в том числе, я считаю, что было много аферистов в политике, в бизнесе, это в принципе, вот было время аферистов, ты согласен с этим? Гайдар Чубайс, ну я бы не сказала, кстати, что они аферисты, мне кажется, что просто люди, которые... Они были резидентами. Ну, можно так сказать, да. Ну где сейчас Чубайс, Фельдбюмом стал? Мне кажется, что Чубайс сейчас в Израиле, но уже не уверен. Ну, софт Фельдбюмом, Фельдбюмом, вот в интернете, я считал, ну, мне кажется, это какие-то тоже фейки. Да, запахатели, да? А ты считаешь, мы азиаты? А кто мы еще? Ну, мне кажется, ты точно европейский уже человек, и я тоже. А я поговорю про то, И ты же был самым европейским тогда, в этом была твоя фишка. Я сейчас говорю... Ничего себе, чеченец, а при этом такой европеец. Это же в этом было круто. Спасибо. А сейчас... Мне торчит, и это меня еще мотивирует больше. Я тебя люблю еще больше. А теперь, как бы, все повернулось в другую сторону, и мы все смотрим на вас. Нет, я другую. Я говорил так, почему я сейчас живой, и не за решеткой? Потому что я жил по Ленину. Я был членом Коммунистической партии Советского Союза. Десять лет по-у-бе-ж-де-ни. Я никогда с государством в азартные игры не играл. Я всегда, я слушал рекламу телевизорного налоговой полиции. А зачем ты пошел кандидатом в президенты? Подожди, а ты лишь не играл. Заплатите налоги, спите спокойно. Как не играл в президенты? Зачем пошел? Кто меня сподвигал на это дело? Я никогда не думал. Ты помнишь, когда Галина Павловна у меня была? Она мне помогала выйти из зависимости. Не помнишь, да? Галина Павловна была, она была контактером. Контактером? Ну, она с небесами контактером. Я пять лет не употреблял, она меня выла просто, она получала сигнал, она меня начитывала и давала как-то карты. Я говорю, Галина Павловна, у нее вроде бизнес у меня все нормально. А пойдите, вот сейчас как раз началась гонка, пойдите к кандидатам в президенты. А почему? А вы сами поймите, вот завтра вы просите, что вы поймите, почему. То есть ты, по сути, пошел противником Путина первые выборы. Нет, дайте мне рассказать. Это говорит обывательность. Ты же умная девочка. Ну, я тебя подкалываю. То есть, по сути дела, ты тогда в России могла пойти другим путем. что ты меня изобилила и ты мне дала, наконец, возможность, если эту передачу видеть, публично, чтобы люди, если это важно, кому-то, те, кто ко мне хорошо относится или кто меня не любит или считает, что вот, типа, хитрый лист. Нет, все просто. Меня власть об этом не просила. Дальше. Меня никто не поддерживал. У меня были свои накопления, у меня были свои структуры, у меня были свои компании, у меня были свои еще области. Много чего было у меня. Я осуждал действующую клику власти и ястребов. Но таким образом... Ты же понимаешь, это выглядело со стороны так, что, типа, чеченец тоже участвует в выборах, значит, все нормально, несмотря на войну. не это. Я хотел призвать к совести эту клику алкоголиков, даже потом узнал и наркоманов, потом я узнал, не буду гореть, кто из них, ну, хотя бы чуть-чуть понять, да, что, ну, не все они такие, они не все басаев, они не все, хатаб, которого вы запустили, а хатаб был араб иностранный, да, они, чеченцы, не родились боевиками, они родились обычными гражданами России, живущими на территории субъекта Российской Федерации. Да, я знал, что я там много потеряю, да, меня не поймут, да, я могу потерять все, но у меня это был поступок гражданский поступок гражданина Советского Союза, человека из СССР. Вот и все. И поэтому у меня получилось, что, когда говорят, о, там последнее место, да у меня не последнее место, я прикрыл талы, я прикрыл талы, вот я прикрыл компанию избирательную Россией, и в моем лице я прикрыл то, что я голосовал, знаешь, где я голосовал? Я голосовал в своем родном городе, я жил в отеле, как оно называется, модное, я забыл, в Питере, и я голосовал там, в Питере, я голосовал за Путина, будущих сам кандидатом. Задним числом Владимир Владимирович Путин, он меня поддерживал, когда я был сенатором, он меня брал все загранкомандировки, когда Проходько был его помощником, выжил что я позвонил Адаму, Адаму позвонил мне, сказал, что нам дана команда, любимым путем от тебя тебя вытащить, это команда Владимира Владимировича Путина. Ты имеешь в виду историю с золотым пистолетом? У меня золотой, это обычно. Ну, когда был штраф 500 тысяч. Он просто понял, что человек был в беде, и это будет несправедливо. Я с ним на эту тему не говорил, у меня к нему доступа. Я с ним несколько раз сделал командировки. Ты ему за это благодарен. Я ему очень благодарен. Я ему предан. Если я буду, я возраст не тот, но я неплохой государственник. Даже я не буду участвовать. Скоро выборы, ты пойдешь за него голосовать? А я всегда за него голосовал, естественно. Если ты пойдешь, за тебя буду голосовать. Нет, я официально говорю, я нет, ребята. Вот и я в мои руки. Ну, за него буду. Мне нравится. Хорошо. Одно время, я тебе скажу, я же человек, слушай, безбашенный. Было время, я не понимал, что происходит. У меня были вопросы к моему президенту, за которого я голосовал, и который и передо мной несет ответственность за то, чтобы я жил здорово, радостно в стране. Да? В сильной державе. У меня были вопросы как у избирателя. Имею право? Имею. Чтобы полностью оставить прошлое здесь, хочу задать тебе один вопрос финальный. Если не захочешь, да, не захочешь, сразу скажи, можешь не отвечать, и мы об этом забудем. Но я не могу не спросить, потому что огромное количество, вокруг этого тоже в прессе было всяких слухов, в том числе в связи с твоей зависимостью, тебя там как-то наказали, и вот поэтому эта ситуация с носом, что там, не знаю, тебе там отрезали нос, не отрезали. Вот ты можешь сам об этом что-то сказать, если не захочешь ничего об этом говорить. Кто отрезал нос? Ну, что якобы там тебя пытались так наказать за... Кто? Вот еще раз говорю. А, теперь догадывайся. Я читала, читала... Кто-то не выложил в этом инстаграме, да? Нет, ты без шуток. Ты смотри, видишь, у меня рука... Ну, если тебе ловко об этом говорить. Эту руку я показал, я сам надеюсь. Эта рука, видишь, у меня, смотри, здесь синяк, а тебя кисть, видишь, да? Видишь, что? Это результат того, что я, когда ехал там в колонию в Чечне, взорвался справа фугас, была в Олге бронированная, и у меня рука попала на разбитое стекло и нам, когда машину подбросило, у меня кисть оторвала. Ее, видишь, до сих пор, видишь, все осталось. Это все, видишь, у меня все. Они зашивали прям в поле. Мы всегда возили с собой полевого хирурга. Но это во время Чеченской войны? Это потом. Это останавливание явления. Случайно был взрыв, когда я был в Чечне. И потом, и попали. И оказывается, мне попали вот сюда. У меня, когда я недавно делал снимок, то у меня здесь нету кости, ничего. Поэтому, видишь, у меня гуляет челюсть. Это потому, что у меня поставили импланты и вынуждены пасть у меня как лошадь Пржевальского, как у лошадь Ио. Я так, пардон. У меня просто надо было сделать операцию на нос. Это не закокаина, не перегородка, ничего. Мне просто не повезло с хирургом. То есть ты хотел просто делать пластическую операцию? Я должен был сделать, потому что у меня там надо было что-то поставить на место. Здесь у меня видишь, что заросло, рука, видишь, палец остался, видишь, то, что было оторванно, кисть осталось. И просто хирург плохо сделал. Хирург сделал недоброкачественную, недоброкачественную операцию. А что за хирург? Давайте скажем, чтобы к нему больше не ходили. Хирурга зовут Липский Константин Борисович, институт пластической хирургии на улице Ольховка. К нему не ходить. Я не говорю, он не знаю, но он сделал мне три операции и каждая хуже другая. Именно он внес мне инфекцию и его, или может быть не он делал, мне делали наркоз по пять-шесть часов, я не знаю, что он мне делал, но считалось, что я иду к нему, плачу бешеные деньги. Вот они мне внесли инфекцию, у меня нос стал проваливаться и потом мне из ребра вытащили хряч и вот кое-как восстанавливает. То есть это просто ошибки хирургии. Да, я сам себя наказал, потому что я как-то вот был там, где было тревожно. Вот и все. Это после взрыва, Это да, вот, смотри, ты видишь, вот, видишь, у меня столько лет, смотри, видишь, это же тот человек. Можно я покажу? Я не тот человек, чтобы дал, чтобы меня наказывали. Я бы не жил бы, если бы меня кто-то наказал, я бы ушел бы. Нет, это был взрыв, видишь, у меня рука вся, она вся рука из взрыва. потому что я смотрю, у тебя палец, да, Да, но вот, видишь, это, видишь, что это оторвано было, а это до сих пор не вырастает. А это покушение. А это я сам, это я сам сделал, да. У меня, видишь, два крыла ангела, я бы не жил бы сам для себя. Я первый не позволил бы никогда. Если даже, когда я стрелял в Форс Сизен, я же готов, я уже зародил, у меня две воймы, я передернул, дал пару дорог еще для храбрости, да, и когда открывал дверь, если я внутрь встал, я без войны не сдал, все, я решил, что я уйду, но я уйду красиво, в бою. Но ты же, слава богу, не стал в них стрелять. И в этот момент, у меня, видимо, случайно, ствол опустился вниз. И я вышел. Так. А вот по инструкции, если бы вошел бы ствол вот так, они бы начали огонь на поражение. Вот и все. Я как-то Клевина читал, как балтийский чай, водка с кокаином, для храбрости, как большевики брали с имени дворец твой. И грех и смех, да, вот так это было, Ксения. Так что я бы никогда не позволил никому в себя снять штаны. Я не одену юбку. Это не про нас с тобой. Ну что, Умар Алиевич, нравится мне твоя Тесла. Ага. Красота же. И главное, опять по-модному. Не на пошлом каким-то Майбахе, а на красоте ко мне приехал. Ну, Илон Маск. Илон Маск. Кстати, говорят, Роман Аркадьевич, он же ездит. Красиво. Красиво. Опа, обогрев. Ты еще не обогреваешь? Красивая у тебя Тесла, конечно, но по нынешним временам на ней в большую политику, мне кажется, не въедешь. Слишком она чужеродная какая-то. Слишком, скажем так, прогрессивная. Нет? Ну, я же не чиновник, чтобы ездить на отечественных машинах. Они присели, кстати, нет? А мне кажется, пока нет. Но уже идут в эту сторону. Ну, может, я ошибаюсь. Не знаю. Ты сейчас как настоящий европейский политик. На Тесле пользуешься услугами такси. Это же классно, когда человек находится в таком состоянии ощущения прогресса. А ты бы вообще хотел сам вернуться в большую политику и быть полезным Кремлем? Ты знаешь, я тебе скажу следующую вещь. Политик из меня никакой. Но вот как гражданин и как человек обычный гражданин своей страны и избиратель из меня я считаю я вообще неплохой лоббист. Я неплохой дипломат. Я дипломат Минско-Чечеринской школы. Это выкладывается 24 часа в сутки. Из меня получился бы хороший медиатор. Вот я хотел бы вот да моя душа мои мозги надеюсь не атрофированные они понимают мозги а душа хотела бы быть востребованным я хотел бы чтобы мне доверили какой-то участок на каком-то направлении не политическом да но около государственным от которого была бы польза моей стране моему народу уже российскому чеченскому как мог я когда-то помог надеюсь сейчас очень многие в России делают карьеру на теме СВО ну то есть так или иначе понимая что это главная тема в стране люди с разных сторон к ней пристраиваются вот я знаю что ты хочешь возродить свое общественно-политическое движение силу разума расскажи про что оно будет связано ли оно как-то с СВО и вот что ты хочешь делать первое общественно-политическое движение я возрождать и не буду и не хочу я сейчас регистрирую фонд который от общественного ОПД сила разума взяла только название сила разума и все это добрый правильный посыл что я хотел бы я знаю что такое война я на войне был чеченской когда это называлось контр-российская операция повторяюсь сейчас это называется специальная военная операция ехать туда я для себя не вижу смысла потому что в моем скажу как есть по факту в моем случае это будет отприниматься народом нет оно некоторыми дяденьками будет отприниматься как популизм и недоброзылателем и я не хочу популизм ну какая от меня может быть польза да там ну что я воевать я не буду и не хочу но твое отношение к СВО я против любого любой ситуации где убивают вот мое отношение положение вообще такое что сейчас мы столкнулись с тем что за 8 лет 14 года они вооружались 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 и они они ставят сильный отпор они же украинцы хорошие воины просто эти политики они задействуют дух славянского русские украинцы братья согласны они славянский дух вот медведи русские медведи то же самое украинцы они задействуют эти люди мой народ чеченцы мы же тоже были мои земляки одурманены идеями ваххабизма мы же не понимали что ваххабизм это не ислам согласны и столько все ушло очень много дослойных пацанов с обеих сторон ну тогда не было стороны а сейчас стороны стали поэтому я портил я говорю так я называю это не зона всего я называю это зона противостояния заложников с обеих сторон игры вот запада Байден не знаменит я не знаю кого еще Зеленского ну просто ты когда были чеченские воины всегда как раз рассказывала во всех интервью что какое-то чудовищное время разрушение бомбежек ну да тогда сейчас твоя позиция вот такая же тогда Ельцин бомбил свою страну свой народ свои избиратели те города которые строили все народы все национальности великого советского союза да я говорю говорю и буду говорить если будет на это необходимость я не отрасываю сейчас другое мы сейчас защищаем мы не защищаем мы сейчас против того мы сейчас столкнулись то что я вижу со мной не конфликтировались меня не посвящали никуда на Старой площади меня не зовут больше пока я вижу кто там нацисты там на самом деле нацисты но ты сам это лично знаешь я это вижу по телевизору но ты же понимаешь там могут послушай я не хочу вдаваться политику я говорю пока так как я отвечаю на вопрос пока я не посвящен в тонкости в нюансе в тонкой материи я могу рассуждать как обычно но имеется ввиду ты веришь точно что это правда ты не думаешь что нас могут тоже обманывать по поводу нацистов я не хочу думать я вижу что русский язык запретили все память к Ленину я сам вывозил выкупал они же их сносили кто что Ленин сделал плохого этим украинцам ничего кроме хорошего делала республика отдельно люди просто не знают историю Ленин был к тому что Украина стала Украина и Сталин больше никто с какой партия не важно я за то чтобы войн не было политика это грязь это грязное отмывание там кота денег да вот про зону эсбол рассказывают я сейчас создал этот фонд который чем может заниматься сейчас многие компании и дети зарабатывают очень немаленькие деньги которые они требуют покупать самолеты особняки фирмы в Лубае везде в Бонако в Сан-Кропе много где я хочу чтобы эти люди ответили мне на один вопрос вы сейчас стали зарабатывать благодаря чему потому что появилось СВО вы сейчас китайские машины завозите и продаете их по бешеным ценам вы поставляете сейчас поставляете другие серые импорт ваш бизнес ваши заходы благодаря тому что сейчас идет война в это время когда вы обогащаетесь люди погибают из всеми страдания я хочу призвать официально после призвания будьте обязаны вот есть фонд вот есть счета пожалуйста ежемесячно сдавайте и спите спокойно будут понимать что я воровать не буду я не тот не про меня но я хочу использовать возможность помочь и нем и солдатам то есть это помощь адресная адресная помощь семьям погибших погибших и пострадавших коллег мы сейчас будем брать в Росреестр всю адресную программу компании которая зарабатывает и зарегистрировали по СВО и будем адресы я буду за свою пользу рассылать писем а потом будем вести реестр тех кто помог будем отслеживать у меня есть возможности и те и официальные и легальные и легальные узнавать кто как живет сколько зарабатывает и вот человек платит много он добросовестный я буду жать руку свою не платит как господин Корейко мы найдем на него право вот я никого не понимаю но я хочу призвать но тебе не кажется что это такое тоже такие вещи же надо делать добровольно люди я добровольно попрощу да я скажу я более уверен люди когда мы найдем управу то что имеешь управу есть и будут люди которые скажут не хотим мы не поддерживаем СВО например нет тогда заходи компания нет нет ты не дослушал но я быстро говорю я хочу присоединить к тем компании которые на СВО зарабатывают а только к тем только адрес а что это за компания ну к примеру приведите ну они поставляют дроны покупают они поступают спецтехнику они производят оружие здесь я буду брать вот той категории населения у которой могут себе позволить благодаря СВО все больше ничего и вот я хочу вот мы будем помогать только семьям адресом мы будем работать у нас будут региональные представители есть такая поговорка кому война кому матер вот я про это говорю но это же всегда так было во все века я хочу собирать не себе я хочу собирать тем кто из-за этой войны кто-то если кто-то на себя зарабатывает у кого-то горе скажи мне чем ты думаешь все это завершится понятно что никто из нас не знает но вот твое предположение вот сейчас ругают Россию за то что она стала защищать что что делали украинские власти с Донбассом бомбили видео вырезали правда бомбили это то же самое они делали что делали сейчас Хамас Тель-Авивы и приграничные ну они Тель-Авивы пару отправили послушай негодяи послушай я мусульманин но я не экстремист я же я же я осуждаю нельзя нельзя убивая ни в одной религии нет такого что убивая типа Бориса но в их понимании сепаратисты захватили их территорию я про другое я про другое но сейчас весь мир слава богу хочет помочь Израилю избавиться ну они же там уже Блинкин там как евреи уже негр там да уже там уже байны не шути я я послушай закончить я тоже говорю так нет я говорю что вы же сейчас поддерживаете Израиля которая отвечает Россия тоже отвечала за то что на Крым нападает вот и все поэтому надо понимать что если есть мировая поддержка понимать и я хочу чтобы Израиля не было я люблю Израиль я там бывал много раз меня возили в Иерусалим хотел чтобы Израиль не существовал я не хочу чтобы его бомбили когда я работал в ПАСЭ всегда говорили пожалуйста есть резолюция о том что должны быть два государства вернись я не знаю про территорию я против того чтобы Хамас был я против ИГИЛ я против всего я знаю знаешь почему я против потому что я сражался против ваххабиста хочется задать тебе такой вопрос вот как ты видишь себя и свой фонд и свое будущее через 10 лет вот ты Умар Джабраилов за которого ты несешь ответственность и 10 лет из точки этой Теслы где ты в своих мечтах через 10 лет душа моя если я проживу мне будет 75 лет я в это время хочу писать мемуары воспитывать внуков и много чего добрыми делами я хочу видеть что мой детичный фонд он работает я знаю у тебя есть подарок для Людмилы Борисовны для Людмилы Борисовны она знала что я лечу в Казахстан я недавно был вот это алматинские яблоки она просила 2 я 2 умножил на несколько раз спасибо пошла есть молодильные яблочки а бочки белка да отличная модная спасибо тебе огромное от души спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует...